Продолжение следует... 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 Чертное место видеооператора. Продолжение следует. 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 И если все хорошо, он подает на вас аппликейшн 1 апреля, если вы выигрываете визу, потому что на данный момент виз выдается в год 65 тысяч, а заявок там больше 200 тысяч. Поэтому сейчас большой корпус. Вот, то есть если вы переехали по изменить визе, вы можете сказать счастливчик. Потому что большинство людей, которые переезжают, они переезжают на очень маленькую зарплату. Та сумма, которую он озвучивает для вас здесь, она может быть кажется вам какой-то весомой. Я, честно говоря, ни разу не слышала, чтобы из наших хайтерских компаний, если одна компания привезла, она будет ненормальной зарплатой. Все остальные нет. Вот. Ну, как бы, минус этой визы в чем? Ну, большой конкурс. И если вы с супругом или с супругой, ваша половинка работать там не сможет. Не сможет, пока вы не получите ее в руках. И кого-то это минус, и кого-то это плюс. Но, если вы все-таки переехали по изменить визе на низкую зарплату, у вас есть огромный плюс в карване. Вы можете сделать трансфер, вы можете поменять работодателя. И если у вас уже виза на руках есть, это очень легко делается. То есть это законно, вы никому ничего не должны. Вы просто получаете другой оффер. И если вы уже находитесь там, гораздо проще найти себе на новую компанию. Если на мой взгляд. Есть один хим. Как получить визу? Значит, если вы ищете непосредственно американского работодателя, то есть который там находится, американская компания. Процесс интервью с ними гораздо более сложный, чем вы привыкли, возможно, здесь в Украине. Сложный, сильно сложнее. Вот, поэтому здесь есть фирма, которую мы называем бодишопом. И вы называете, наверное, бодишоп. И, ладно, это, окей. Мы здесь пришли секретами делиться, я расскажу. Значит, как проще всего это сделать? Вы находите какую-нибудь очень непопулярную компанию, которая дает минимум бейдж, везет вас в какую-нибудь обваму, вы соглашаетесь на все. Вы отвечаете, что такое полиморфизм, наследование, вы получаете оффер. Вот, вам там делают эти фирмы визы, вы на все согласны. Вы говорите, да, я вот жду, не дождусь, пока я сейчас к вам приеду. Я вот очень хочу посидеть на бенче бесплатно. Это моя мечта. Ну, это то, обычно, что не бывает. Мне не нужна страховка, мне не нужен трансфер, мне нужен на сайный бонус. Ничего не нужно. Только возьмите меня на ваши 34 тысячи. Очень-очень. Вот, вы получаете визу. И не въезжая, то есть вы получаете ее в паспорт, или вы получаете ее в номер, когда вас уже зааппровали, и вы начинаете себе искать, что зааппровали. То есть вы идете на LinkedIn, вы пишете там, вы ставите там локейшн, Сан-Франциско, Баэри, никуда вы хотите, ну, это проще всего. Вам сразу начинают писать индийские не очень рекруторы. Вы говорите, да, 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 я вот сейчас здесь, мне только нужно вот собачку покормить в Украине, я вернусь. Давайте поговорим пока с вами. Вот, это работает, ребят. Вот это самый, ну, на самом деле, самый более-менее реальный способ, который сейчас получат. Потому что каким-то образом вот эти маленькие компании, ну, у меня из знакомых так переехало 4 человека. Двое, правда, сейчас судятся. Я сейчас про это тоже расскажу. Вот, в общем, что касается H1, да, то есть как бы это самое реальное. Самое главное, то есть в чем опасность переехать в бодишоп по H1B визе? То есть вы всегда можете сделать старство. Вы всегда можете найти работодателя там. Но проблема в том, что вы подписываете контракт. Если вы подписали контракт в штатах... Ну, что, вы сейчас не подписали контракты в штатах, которые вам не нравятся. Значит, идея какая? Если вы вам... Когда вы им говорите, все, я пошел к другим, с вас первое начинают требовать денег за аппликеришн, за работу лоэров и так далее. Это не закон. Это незаконно. За это долг, это Министерство труда, они просто вот... В общем, если написать петицию в долг, что я заплатил компании за формы девизы, компании-то будет очень плохо. Вот у меня сейчас ребята, которые судятся с одной из таких компаний, они как раз подают петицию в долг, и будет все так, что вот если докажут, что он платил там, ну, ячейки, все такое есть, ему будет просто грин-карта за это. То, что он вот взял и открыл глаза на промпу. Ну, на... Вот, то есть, да, для этого нужно иметь стальные яблоки. Потому что на самом деле, как бы, психологическое давление очень высокое. Сложнее всего, даже вот вы нашли, как бы, нашли уже работодателя, вам делают трансфер-визы, это обычно занимает, это порядка двух месяцев, вам высылают новую петицию, там, провал нотис от другого работодателя, вы с ним можете въезжать в штанг. Это очень тяжело, потому что эти ребята, от которых вы уходите, они начинают воздалить, начинают грабить судами. Но, как бы, просто главное знать, что правда на вашей стороне, это все незаконно, и, в общем, они могут делать, что тут можно их просто игнорировать. В общем-то, как это было в моем случае. Вот, как бы, в случае моего товарища, он решил поступить честно и справедливо, он заплатил денег, теперь судится с этим и самим. Вот, в чем опасность, как бы, того, чтобы переехать по этой визе, и там уже навести денег? Вы подпишите контракт, в котором вам будет написано, что вас встретят в аэропорту, это 200 долларов, вам проведут 4 тренинга, в которые вы не можете приступить к работе, это, там, 12 тысяч долларов, и вы ничего не сможете с этим сделать. То есть, за вот это, то есть, то, что вам напишут там неустойку какую-нибудь, там, недополучную прибыль, это все в преднях, это глушит, это вы просто игнорируете, и все, они обычно это не знают. Но они не знают, что наши ребята знают об этом. Потому что это все фигня. Вот, но они вас могут заставить заплатить за, там, они вас поселят, там, в квартиру на 2 дня, там, будет у вас чашель, там, 200 долларов в час, ну, вот, как бы, вот это все-все-все будет. То есть, и вы попадете в среднем, там, в 8-15 тысяч долларов. Это неприятно. Это вообще неприятно. Вот. В чем проблема в том, чтобы аксаться с такими ребятами? Такие компании, как EPUM, как GridDynamics, как Mirantis, не, Mirantis, это благословка уже. Вот. Я ничего не имею против EPUM и GridDynamics, но я просто рассказываю, как это дам. Они перевозят, ребят, они перевозят на очень низкую зарплату. У меня товарищ, я никаких индей не подписывала, я буду все говорить. У меня товарищ работает с имя Java-девелопера в Google контрактором, вот через EPUM он зарабатывает 95 тысяч. То есть, это для Долины, это просто, это, блин, я джуниора, вышла работать, у меня зарплата была сильно больше. Вот. То есть, это ни о чем. И повысить зарплату это нельзя, ты приходишь, говоришь, ребята, повышайте у меня зарплату. Они говорят, ну, нет. Вот. Green Card я начинаю делать минимум через год. Очень много тянут. Что еще там? А, так как это компании, которые делают постоянно, постоянно люди попадают на аудит. То есть, процесс Green Card будет созернуться на 5-й год. Вот. То есть, как бы, это неприятно. И лучше всего, ну, как бы, вы и так не застрахованы ни от аудита, ни от 5-летней Green Card. Но лучше это делать на какие-нибудь там 200-250, чем на 95. Ну, это мои личные. Окей, по H&B, есть еще вопросы какие-нибудь? В смысле, не еще вообще. Я вроде бы все спутала. Да, да. Какие крупные компании охотно занимаются визитными в корпусе? Я знаю, что некоторые просто не хотят связываться, доморачиваться, хотят уже готового человека. Значит, идея такая, что крупная компания, если вы звезда, вас будут хотеть везде. Вас перевезут, вас сомнят. На самом деле, компания, то есть, все переводят. Ну, как бы, список Google, Apple, Facebook, эти все ребята делают. Единственное, что, конечно, очень много там разработчиков, и, то есть, к ним стоит огромная очередь. То есть, ну, если это там очень яркая звезда, то вот такие книги, да. Много стартапов перевозят, много таких среднего уровня компаний перевозят. Ну, то есть, единственное, что интервью будет тяжеловато, скорее всего, придется лететь туда на интервью, получать визу, потому что визу в сайт интервью, вы ничего не понимаете, ну, как бы, никто это не любит. Вот. Компаний-то очень много. Ну, соответственно, для интервью, визу, визу, вы вопрос сама могут решать. Нет, конечно. Но, а они от кого, то есть, ну, вам могут ее безудачить, они вам все оплачивают, или все билеты, все перерет, все-все-все, все вам оплачивают. Ну, проще всего, вот, вот, через бутюшок. Единственное, что такие компании, как ЕПАМ, они уже достаточно умные, и что они делают? Они не дают вам номер визы, то есть, вас уже могут запругить, вас уже запругили, у вас уже все, как бы, это. И вы можете сидеть, год ждать, пока вы найдете клиент. Пойте записать вам. То есть, они не дают номер кейса, по которому вы идете от посольства, получаете визу. Этого номера кейса вы не получите, ну, от ЕПАМ, по крайней мере, от других компаний я не слышала такого. Ну, я, например, вот, например, там же Мирантис, они хорошо, у них там все нормально, по сути. Но вот Мирантис, вот, точно кто-то. Вот, Грид Динамикс, они не делают, они не делают никак. То есть, тоже. Вот. Ну, можно, что мы можем делать? Нет. Нельзя. Нет, по HMB нет. Да? А есть какие-то проблемы, что, если трогать сразу визу, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, визуально от Мирантис. Хоть сто пятьсот. Который выиграл, потом выбирает. Да. То есть, то закомендатель что-то любит? Вольный делать, что хотите. Лучше всего, конечно, на серии, если вы подаетесь несколько, потому что где-нибудь, да выиграете. А не будет черного списка, пожалуйста. И вот такие, что кого-то любит. Ну, я, честно говоря, да, вас занесут в черный список по дешёпу, который платит 24 тысяч. Если вас за того будет. Может быть, ну, может быть, вас занесут. Но так, насколько я знаю, там нету такого. Там очень огромный рынок, и там нету, я знаю, про чего на списке. По крайней мере, я такого не слышала. Да, L1. L1 Visa – это ещё проще вариант. Но у неё есть одна единственная проблема. Одна. Она прикреплена к работодателю. Если работодатель не хочет вам не отгонить карту, вы ничего не можете сделать. Она должна возвращаться в Украину и искать нового работодателя. Если работодатель не хочет вам поднимать зарплату, вы ничего не можете сделать. Вы не можете прийти помахать другим оффером и получить рейс. Всё. То есть L1 Visa, на самом деле, если вам, если вам побежут в нормальную команду, то, кстати, тут же вам очень часто возят по L1 Visa. Нужно проработать один год в Украине. В Украине или в другой. То есть в дочерней компании, дочке той компании, которая зарегистрирована в штат. Год – это значит не почиститься имплоем, год. А это означает год находиться именно в том месте. То есть если вы работаете, например, год и два месяца на компанию дорогая какой-то, и полгода прорешла в командировке, это вы не можете оплатить на L1. Это недостаточно. Вам нужно год именно здесь, вот 12 месяцев, там, где-то луней. Тогда вы можете оплатить на L1. L1 нет никаких ограничений, там, её без проблем дают, очень быстро делают. Супруги могут работать где угодно. Кстати, очень часто, о, классная идея. Лайфхак, делюсь. Вот. Если у вас супруг или супруга тоже в IT. Вот у меня, кстати, несколько так переехало. Вот один перевёз, но им компания не хотела делать грим-карту. А второй устроился, второй может устраиваться куда угодно, он вообще ничем не ограничил. И второй устроился, им компания сделает грим-карту. То есть так тоже не будет. То есть второй уже по ВИЧ-ВИЧ? По ВИЧ-ВИЧ супруг не может работать. Не может работать ни в Штатах, не может работать на удалёнку, не может вообще никакого дохода получать. А второй, каким образом он платит? А, виза L2, она позволяет. Это другой тип визы. То есть супруг того, кто или иная виза, получает визу L2, и она позволяет. И супруг вот это ходит по этим сложным собеседованиям? Да. То есть если вы идите по Л1, то оба работают. Обычно у нас тех, кто налек приезжает, тем клево, потому что работают оба, а тех, кто налекчал, они приезжают, тем не очень клево, потому что работает один, они все-таки себя... Ну что, если не по ЛИ, то мы не будем делать… Какое-то классное время он не может, или там какое-то время он может работать, где он вообще все время занимается? К Substance pi… Который по L? Ну который субстрата. Он может всё ревнуть. Ну, то есть пока он в Штатах находится в статусе L2, он может работать. Нет. Который по… Ничем. Он не может работать до момента, пока... H4, то есть с H1B идет супруг появился H4. H4 не может работать до того момента, пока не подойдут на грин-карту. Пока не будет запробен... То есть грин-карта состоит из трех степов. И пока не начнется третий степ, супруг не может работать. Потом ему приходит employment ID authorization. И пока идет ожидание опроба статуса самой грин-карты, то его может работать. То есть это через какое-то время. То есть они поменяли сигналы. Сколько времени занимают до степа? Вот очень сильно зависит. Я сейчас расскажу, когда я перейду к грин-карте, я расскажу все степы к грин-картам. Там очень все интересно. И дам тоже несколько советов. По Ивану есть опрос? А у вас сейчас H1B или... У меня грин-карт. У меня грин-карт. Все? Окей. Студенческие визы G и F. Визы здесь есть студенты. Я хочу сказать, что компании в штатах, особенно стартапы, они с огромным удовольствием берут интернет. С огромнейшим. Они оплачивают им визы. Они оплачивают им перелеты. Они платят им зарплату. Такую, которая здесь, на самом деле, даже не зарабатывает. Они там, то есть все. Они получают офигенный опыт работы, потому что вот, ну, у нас уже в интернах прошло, а их просто вот так сразу берут и окунают голову в снег. И чувак просто гребет. Просто гребет. То есть, очень хороший опыт. И если будет в резюме строчка. А, и что самое классное, вот обычно таких интерна очень часто с огромным удовольствием берут на работу. Человек заканчивает свой вуз, и его просто с огромным удовольствием берут на работу. Поэтому, ну, как это делается в штатах? Ребята, когда заканчивают криптер-сайенс, вот, кей-человек, кей-человек, это 4 года в среднем, ну, там, 8-8. Они уже имеют где-то год такого хорошего, уверенного опыта работы, именно год. Потому что они все время стажируются, они постоянно, вот, они сержатся на 16-3-е, пусть и что-то. То есть, наверное, это постоянно у них. Вот. Ну, это немножко не так, как у нас система обучения. Вот. Поэтому ребята, которые, если вы, если какой-то прэш-выпускник из вуза ищет работу, значит, он себя плохо вел на интернату. Вот. Обычно я просто, во-первых, получаю, уже, уже только стажируюсь. Это очень легко сделать отсюда. Единственное, что, когда я интересовалась этим, это было 10 лет назад, мне сейчас, вот я не подготовилась, к сожалению, я сейчас не могу сказать, как искать их. То есть, как я могу искать, я могу поспрашивать своих ребят, у кого перф天озом, и просто дать резюм, это все, что я могу сейчас после этого давать. Но, к сожалению, есть, наверное, какие-то каталоги, какие-то списки какие-то, кто-то где-то там, компанией, которые набирают интернол. Но, к сожалению, я не могу искать. То есть, это, что касается виз imagen. Виза F. По визе F часто приезжают девочки учить английский язык и сказать, что не так. То есть вы визу F получаете, когда вы едете туда учиться. Это стоит дорого денег. Здесь вам надо искать себе мужа. О! О! Это на самом деле очень классная виза. Виза считается визой для особо одаренных, для нобелевских лауреатов, для кандидатов нобелевских лауреатов. Но по этой визе достаточно легко переехать. У меня есть четыре знакомых. Один из них программист, второй из них рекламщик, третий из них инвестор и четвертый из них тоже программист. Они все переехали по улице. Один переехал просто как разработчик, второй переехал в никуда. Его там что-то как будто сделали левую петицию по работе, который рекламщик. Третий инвестор, он основатель Гагарин Капитал в этом в Москве. Сейчас у них тоже в Далине есть. И не развивая это. Он переехал в Капитал и начал бизнесу заняться. И четвертый он приехал со своим стартапом из Москвы. по такому члену инвестору Гагарин Капитал. Черри Лапса. Я сейчас стартурую бизнес. Что для этого нужно? На самом деле это достаточно... Если вы проходили какую-то программу... если у нас есть какие-то публикации... Собирается просто какие-то бумажки... Я там это делаю, это делал. Очень, очень, очень хорошо идет какая-то социальная работа. Типа организации каких-нибудь там бесплатных курсов или еще что-нибудь. Ну, жалко там зарегистрировано. Вот. Если у вас есть книжка «Мой любимый фривлог за 24 часа», это вообще классно. То есть эта книжка скорее всего гарантированно вам даст пропуск в это. В интернете очень много историй, как ребята переехали по ОВИЗе. Я не будучи Нобелевскими лауреатами и даже IQ 120 не имея. Вот. То есть это достаточно... Ну как? Как по мне это... Вы никому не привязаны. Вы никому ничего не должны. Вы можете сами процесить свою блин-карту. Единственное, это стоит денег. Это стоит порядка 8-10 тысяч долларов. Вы отдаете адвокату. Он процесит ваш кейс и вы переезжаете. Ну и вам нужно будет поискать работодателя, который вам подпишет. Но это проще, потому что работодатель для этого ничего не будет. Просто по описанию можно, что у вас возьмут. Вот. Если у вас там есть какие-то знакомые, это еще проще. Как это по времени ограничено и что там вообще? Вот про ограничения ничего не могу сказать. Не знаю. Но я знаю, что вы можете сами поддаться на кейс-карту. Это стоит 18 тысяч долларов. На всю семью. Единственное. Да. Вот. То есть, если бы я сейчас переезжала, я бы не заморачивалась. Несечь ванную сель, я бы поехала по УЗИ. Я бы написала две книжки. Я бы его любимой фильмов. Я бы точно не знаю. Вот. Четвертый способ. Это беженство. Это значит, что вы приезжаете по B1, B2. Вы остаетесь. Вы подаете заявку. Для этого вам нужно быть либо по религии, либо геем. у вас должен быть бизнес. Либо у вас должен быть доказательство, что вас атакуют. Вам не берут работы. Но если у вас IT-компания и к вам приходят рейды, вам гарантированно будет беженство. Это программа просто 100%. Тем более, если об этом газета не говоришь. Вот. Даже герой. Поэтому. То есть. Но с этим есть большие проблемы. Это. Я бы этот способ использовала в очень крайнем случае. Если у вас нет денег, у вас не будет какое-то время разрешения на работу. Без разрешения на работу в Шлатах берут настолько неохотно, что вообще не будет. Ну, берут, конечно. Но вы не захотите работать за такие деньги. Вот. И тоже то и делают. Постоянная какая-то неопределёнка. Постоянно суды. Постоянно вам нужно будет там ходить, рассказывать, как вас сильно уезжали. Ну, я утрирую, конечно. Но вот что-то типа такого. Вот. То есть. Ну. Куча неопределённостей. И это подвиженное состояние настолько, что проще через речку идти. Вот. Вопросы есть? Я всё сказала. Ничего не забываю. Да. А! Суд. Да. Я хотела про суд сказать. Вот у меня двое ребят. С одним точно судится. А второму только угрожали. Которые переехали и трансфер сделали. Ну, в общем, как я уже сказала. Он заплатил 2000 долларов авоката. И они сейчас готовят петицию в долг. И, как бы, если они докажут, ну, они скорее всего докажут, что оплачивали. То они просто будут Гринкарты, а этой компанией будут АиАи. Ну, просто. Вот. Вы переехали. У вас всё замечательно. У вас всё чудесно. И вам работодатель готов делать Гринкарты. Хочу сказать сразу, что жизнь для разработчиков силиконовой долине начинается после Гринкарты. До Гринкарты жизни нет. Честно. Ну, обычно это маленькая зарплата. Обычно это какая-то что-нибудь скучное. Что-нибудь не очень прикольное. То есть... Ну... Нет. Это может показаться клёво, классно. Но, если ты понимаешь, насколько это всё было нырло, когда получаешь Гринкарты и чувствуется прекрасно. Вот. То есть, вы когда переезжаете, компания делает Гринкарту по... Ну, как бы, я бы рекомендовала обсуждать вопрос Гринкарты на моменте обсуждения выхода. Обычно говорят, ну, не знаю, ну, в общем, посмотрим. Не ведите с нами. То есть, не надо этого. Хотя, с другой стороны, если член, окей. Соглашайтесь, идите, делайте транспорт. Батешоплы часто делают Гринкарты через год. То есть, год прошёл, и они начинают процесс. Процесс этот для украинцев занимает примерно от полутора лет до пяти. В среднем, может быть, три. Это сильно варьируется от... Это сильно зависит от... Как минимум, вот, состояние government на данный момент. Если что-то работает или не работает, потом всё затягивается. Вот. Зависит... В общем, процесс Гринкарты состоит из трёх этапов. Из четырёх. Первый этап называется «Пинай своего другата». Это самый важный совет, который мне никто не дал, и я его из этого мы потеряли два года. Может, полтора. То есть, эти ребята получают свои деньги, получают свой кейс, пишут тебе, вступите в мой email. И на этом всё вот просто исчезает. То есть, у меня знакомый есть, он переехал в Microsoft, наверное, куда-то четыре назад. Он переехал на таком условии, что как только я вижу, что мой лоэр простаивает, я не ухожу на работу. Как-то это работает. Ну, он звезда. Просто, как будто горит, четыре звезды, в общем. И, да, обладатель надо пошли. Но вообще надо лоэра пинать. Надо не своего лоэра работать так, если рома менеджера, а менеджера, это, конечно, в крайней случае. Лоэра писать там сначала каждую неделю, any updates on my case, потом каждый день. Ну, потому что будет это всё долго, неприятно и сложно. Даже в Google, даже в Facebook. Нет, в Google и Facebook нет немножко по-другому процесс налажен. Но, в общем, в целом, эти ребята могут затянуть вам всё. Они могут наделать ошибок, потом сами их исправлять. Они могут забыть что-то исправить, потом переподавать всё, потом скажем, что там забыли. В общем, это всё надо контролировать. И к моменту, когда у вас будет грин-карта, вы будете просто вот способны давать консультации по этому процессу. Я, кстати, знаю кейсы, когда ребята с вами делали это всё. Сами подавали, сами собирали документы. То есть это тоже возможно. Вот. Грин-карты обычно отплачивают работодателям. Но, может, и не оплатить. То есть, кому-то оплачет, кому-то не оплачет. Это тоже нормально. Это законно. То есть, он не обязан оплачивать, он не обязан делать. Тут же как привезёт. Вот. Значит, грин-карта состоит из трёх этапов. Это, первое, это вас должны зарегистрировать, ну, не зарегистрировать. Подтвердить то, что ваша позиция, действительно, на нём никого не нашли из американцев. Действительно, вам хорошо за неё платят. Это всё должно быть предъявлено не связано труда. Для этого собирают там какие-то бумажки, там, посылают. Там три месяца дают в газеты объявления, проводят какие-то интервью. В общем, всё доказывает, что они не могут найти такие специалистов. Поэтому вы им нужны прямо вот здесь. Вот. Следующий критодол опрувает ваш Prevalent Vage. Prevalent Vage это, в смысле, заплата. Ну, как бы, заплата, которая, там, соответствует вашей должности. Бл-бл-бл-бл. У вас начинается следующий этап. Называется Firm. Я забыла, как она шифровывается. В целом, от вас там ничего не зависит. То есть, они тоже там собирают бумажки, кто-то отправляет. Но этот этап обычно самый длинный. И он занимает от трёх месяцев до двух лет. В среднем это пять месяцев сейчас, на данный момент. Но вы можете попасть на аудит. Если вы едете от какого-нибудь EPUB, то процентом 90, что вы вводите на аудит. Аудит занимает, ну, месяцев восемь. У меня, к себе, аудит был. То есть, у меня это проводило прямо сильно. У меня ребята знакомые. У них это всё счастье, там, от двух с половиной до четырех месяцев. Очень быстро. Вот. И дальше вам заправили первым. Всё хорошо. И начинается уже непосредственно сама длинка. Это называется статус A485. Для того, чтобы заправиться. Попадать заявку. Попадать заявку на этот статус. На этот статус нужно там ещё пару форм получить. И есть такая форма A140. Я очень рекомендую, если вы будете делать это, A140 делать премию. Это стоит тысячу двести долларов, если не ошибаюсь. Вас могут исчаржить. Это не страшно. Это экономит вам последние полгода. Просто, когда GrimGuard это подмажет уже перед носом. Скорее всего, за спиной уже пола три прошло. И очень хочется это поскорее. Поэтому ещё полгода, через восемь месяцев это очень, очень прямо не хочется. Вот. То есть, я рекомендую заплатить за это A140. И как раз вот, после, то что вы спрашивали, или говорили по поводу изменений. После этой A140, за A140, Джоном приходит EOD. EOD. Вот. То есть, если вы хотите сэкономить время, да. Вот A140 нужно делать так. Ну и потом уже непосредственно вы сидите и ждёте за аппарат. А, сейчас уже на интервью вызывают обязательно. То есть, у вас вызывают на интервью. Будьте готовы, если вы с женой там, показать либо двух детей. Либо выучите какие там зубные щётки у кого. У кого. Какие шторы. А, подождите. Наверное, поищать по рабочим визам так сильно не издеваются. Но обычно спрашивают очень такие вещи, на которые можно завалиться. Вот. То есть, если есть пара. Ну, как бы, подготовьтесь. Выучите хотя бы какие-то, как маму вызовут жену. Вот. Или уже. Это пригодится. Вот. Ну, в общем, всё. Вот это, кстати, самое сложное, потому что это длится какое-то время. Это вот неопределёнка. Это постоянные нервы. Я знаю мало достаточно людей, у которых это так спокойно, плавно прошло. Но обычно очень нервничаются круги, потому что они сидят без работы, работать не могут. Хочется всё поскорее. И это уже задолбало. И никаких точных сроков нет. Ну, то есть это, это просто головная боль. Честно. Вот. Ну, потом, когда генгарда приходит, всё становится прекрасно. Вопросы? Не вели. Какое у тебя было бы сообщение и общение с человеком, который решает давать тебе визу или нет? У меня не было. Хорошо. У меня его не было. А, в смысле здесь, когда получат? Да, да. Что ты туда едешь? Работать. Всё. А, то есть они не пытаются докапливаться. Ну, я слышала, что иногда пытаются, но нет обычно, как было бы. Так. Вы решили переехать. Вас не пугают гринкарты, вас не пугают визы. Вы уже даже с вами согласились, как вы можете всё делать. Вам надо искать работу. Как искать работу? Для удалённых... То есть я знаю несколько кейсов. Ну да, проще всего, чем LinkedIn. LinkedIn и знакомые. В LinkedIn это первое, что нужно сделать, это поменять локейшн. Поменять локейшн на Сан-Франциско-Бэре. И вас тогда начинают атаковать рекрутеры, с вами тогда они начинают общаться. Вот. И уже можно о чём поговорить. Как адаптировать LinkedIn для поиска работы? На самом деле, куча об этом статей. Про гоналдийского языка. Вот. Куча об этом уже вебинаров, всяких разных есть. Это не так сложно. Единственное, что бы я лично посоветовала. Вот такой, для кого для меня сработала. Но я искала работу уже в долине, находясь. И когда у меня не было опыта работы ещё там, я писала, я что-то там писала. То есть я участвовала часто в хокатонах. И у меня каждый мой хокатон. То есть у меня было всё. Я пойду стартап с этим делать. Я сидела три дня и делала стартап. Вот. Потом мне надоедало. В общем, проекты оставались, код оставался. В общем, как-то я что-то его постила. И что я сделала? Я написала это всё в себе в резюме LinkedIn. И подписала это self-funded experience. То есть почему? Потому что очень часто бывает такая ситуация, когда вы ищите работу на какую-то технологию, с которой у вас нет опыта работы именно на работе. Но вам хочется с ним начать работать. И вы что делаете? Например, в Hadoop. Вы там идёте, пилите какой-нибудь проект. И вы просто его вносите в резюме. Просто с пометкой, что это self-funded experience или что-нибудь типа такого. Это считается. Это работает. То есть как бы уже это сработает как кейворд. И вас с вами будут поговорить по этому поводу. Ещё для того, когда вы ищите работу, в LinkedIn есть такой тип небольшой. Если периодически там что-то менять. Профиль, например, добавил Java, брал Java. Что-то типа такого. Профиль обновляется. Он постоянно всплывает в этом. В топе. У рекрута. В ленте. Вот. Они вас будут видеть и писать. Мне ещё помогло. Я писала блог. У меня была блог технический. И я после обстановки там какие-то остатки. Тоже вот. Тоже вот. Вот. Это что касается МВД. Если вы приехали туда. Если вы приехали по B1-B2 с целью поискать работу. Я очень рекомендую посещать метапы хакатонов. Хакатонов там с метапами, ну, просто завалец. Вот. То есть каждый день, каждый вечер там проводятся там 100-500 метапов каких-нибудь. Если там был, например, представитель рода JavaScript, то есть вы записываете, там, вступаете в общество JavaScript, в Node.js, в B1-Online. Начинаете там соединить туси. Примелькиваетесь. То есть на каждом этапе обычно выходят, ну, в зависимости от, в зависимости от темы. Но если это какой-то техтонк там, из-за того, сейчас мы там расскажем вам про какие-то технологии, то чаще всего туда приходят ребята и говорят, так, подождите, пока они все не начались, мы хайрим там куда-то, куда-то и списочек. Потому что, на самом деле, найти, найти людей в дальней тоже тяжело. Точно так же и найти работу. Еще у меня знакомый делал как? Он ходил на стартап-конференции очень опытные. Как бы ребята, ну, как бы ребята ставятся стендами, и он ходит, он ходит, он ходит, о, а что вы, где вы, как вы, а, ну, вы только получили себе инвестиции, там, раунд а подняли. О, а вам нужны какие-то? Ну, люди, да, нужны. Он говорит, а давайте через сам резюме отпишем. И он буквально так берет свой телефон, заставляет свое резюме и говорит, напиши свое новое. И сразу же отправляет. Ну, как бы кто-то ответит, кто не ответит, но это уже какой-то вариант. Вот. То есть как бы наглость наше второе имя, и мы вот это все включаем и работаем. Вот. Это что касается новых поисков. А, есть еще такой момент. Нетворкинг в плане А. То есть в Долине очень хорошо работает Rapids. Если вы хотите Google или Facebook или LinkedIn, то есть куда-нибудь, где очень много, куда приходит очень-очень много заявок, лучше всего это делать через кого-то. То есть вы, вы что делаете? Вы находите, ну, парня, который работает в Google, и он просто приносит ваше резюме на столик, кладет к рекрутеру, и вас, как минимум, его прочитают. Потому что большинство резюме даже не читает. Ну, как бы, их такой поток, что даже не читают. Как это сделать? LinkedIn в этом случае не поможет, потому что мало кто отвечает ВИЧ. Вот. В этом случае хорошо очень работает какая-нибудь какая-нибудь локальная группа в Facebook, там, в Санкт-Петербурге, там, в Санкт-Петербурге, там, огромная куча русских групп. Ну, и банально заходим в Facebook, там, группы по локейшнам. Вступаем в какую-нибудь группу. Там очень много, там, русские айтишники, там, куча-куча-куча всего. И процентов, наверное, 95, что когда вы запустите, типа, ребята, блаблаблаба, еще референс, там, туда-то, туда-то, вам ответят. Потому что у нас гуглера в Facebook завались. Это им ничего не стоит. Абсолютно ничего не стоит. То есть их репутация от этого не страдает. Но если вас возьмут, то они за вас получат бонус. То есть, как бы, люди с удовольствием так делают. Ну, ладно. Дальше. Резюме. Резюме пишется под каждую позицию денег. Здесь у вас есть скиллы. Когда я искала работу, я сначала напихала туда все, что у меня было. Все. И мне просто звонили, говорят, где ты хочешь быть? Ты хочешь дэвупс? Ты хочешь бэк? Что ты хочешь? Я говорю, а куда возьму? Я говорю, так не работай. Вот. Поэтому просто вот берем позицию и выкидываем из резюме все ненужное. Оставляем все нужное и что-нибудь дописываем. То есть, и плюс кавер-леттер. Бла-бла-бла, я такой клёвый парень, я очень хочу у вас работать. Если вы меня возьмете, я вам оптимизирую, у вас поиск на полторы секунды. Они такие, о, классно, все, приходи и все будет классно. То есть, это надо под каждую опыту писать, под каждую позицию. Я бы так делать не советовала. На самом деле, это фигово, когда приходится со мной писать. Лучше делать так, чтобы вам писали. Для этого нужен, так называемый, нетворкинг. Вот. Это то, что по-нашему, наверное, плат, что ли. Вот. Это работает. Это работает очень хорошо, когда у вас куча знакомых, когда вас знают, то есть вас огромным удовольствием хотят и предлагают, приглашают. Да, у вас будет то же самое интервью, но уже к вам пришли и, как бы, уже немножко, то есть то ли вы пришли, то ли к вам пришли. Вот, как бы, немножко ситуация отличается. Как это сделать? Проще всего это, вот, иметь какой-нибудь блог. То есть, вот, вот технический блог, там, выучил сегодня, там, как URL декодировать. Я не знаю, блядь, я какой-нибудь написал, там, что-нибудь. То есть, все, что угодно. Просто, все, ты пишешь блог, просто через декодину, все, вас знают. Ну, вот, это все так делают. Ну, как бы, это лучший способ дать о себе знать. Еще очень классно, если у вас есть что-то типа канальчика на YouTube с каким-нибудь, там, как настроить идею за 14 секунд. Что-то типа такого. Такого тоже кучек. Еще просмотров будет. У вас уже будет какой-то... Если у вас есть еще какая-нибудь на Facebook, сделайте пейдж, тоже там будете потранслировать все. То есть, это называется Promote Yourself. И, как бы, этим все у нас занимаются. У нас еще очень многие делают бесплатные этапы, семинары, кучу всего. И у меня, например, школа своя, тоже бесплатная. То есть, это, как бы, мой способ создания нетворкинга у себя. То есть, кто что, кто на что гораздо. То есть, надо шевелить себя. Когда вас будут хотеть, когда вы будете перебирать офферами. И, в общем, да, будет все классно. Подготовка. Вы решили все-таки сдать работу. Теперь вы программист. Вы считаете себя таковым. Вам нужно готовиться к интервью. Значит, интервью в долине более таким образом. То есть, у вас будет прескрининг, скрининг, техникал фон интервью, он сайт. И дальше как пойдет. Обычно, ну, как минимум, четыре этапа. Окей, как минимум три. Обычно, скрининг, скрининг, может, вместе будет. То есть, как это выглядит. Вам звонит тетенька HR. Говорит, я тут тебя видела. Ты там ищешь позицию. Ты говоришь, да, ищу. А ты какой, кто же, где так, там, расскажи про себя. Ну, что ты рассказываешь. Не надо рассказывать, там, какая у вас кошечка была любимая. Как я начала рассказывать. Вот. Ну, они сказали, расскажи про себя. Вот. Я же начала про себя рассказывать. Это было не надо было. Вот. То есть, вы рассказываете, что вы ищете, что вы хотите, что вы можете. Ну, так очень сильно обкратить. Вот. Потом, вас там что-то спрашивают, сколько денег хотите. Ну, может, могут и спрашивать, сколько хотите. Лучше этого не говорить. Я отмазывалась тем, что, типа, ребята, у меня нет такого экспресса на вашем рынке. Сколько дадите, там, пойду. Там, как бы, я не знаю, сколько я стою. Бла-бла-бла. Это тоже работает. Ну, по крайней мере, никто ни разу не ушел. И что дальше? Дальше вас. То есть, если вас пропускают, да, это хорошо. Окей. Вот вам, например, задачка решила. То есть, вам могут что делать? Дать на дом задачку какую-нибудь решить. Могут там по телефону сразу что-то поспрашивать. Могут фон кодить. То есть, либо что-то там расширить вы будете ходить. Либо хотя бы просто поговорить там. Как бы вы решали эту задачку. Без этого, скорее всего, нам сайт... Ну, чаще всего нам сайт вас не возьмут. Потому что нужно убедиться, что вы все на прогрессе. Ну, вот само интервью. То есть, допустим, вы прошли тест-скрининг. И вот у вас полное интервью. Вот ходинг интервью. Вот это самая простая, одна из самых простых задачек, которую могут спросить на фоне интервью. Кто не читает на английском, я переведу. Сериализуйте бинарное дерево в лингвист. Понятно? Это как там сейчас? То есть, вам нужно, да, вам нужно из дерева сделать лингвист. Вот. Это как бы... И дальше идут вариации на тему. Здесь ряда там. А теперь сделать. А теперь отсортируйте это. Вот у вас binary search 3. Вместо binary 3 отсортируйте его. То есть, что такое отсортировка. Это нужно просто обойти его в глубину в определенном порядке. Ну, то есть, как бы... Вот это элементарший момент. Вот это элементарший момент. Это вообще. То есть, если у вас с этим все плохо, как у меня было... Вот. Вы открываете просто курс на курсе, и за три месяца вы проходите, и у вас начинает все быть хорошо, и вы готовы. Когда я начала искать работу, для меня поиск максимальных элементов массива была непосильная задача. Вот. Совершенно непосильная задача. Ну, сейчас посильная задача. То есть, на самом деле, это не так все сложно. Это занимает какое-то время. Это нужно, к сожалению, всем, даже звездам вот из Яндекса. Я знакомый Яндекса из того, что я работал. Из Яндекса. И все равно вот зубы сжимал бы, менее он поднялся и проходил вот это все. То есть, если у вас есть хороший биггра в computer science, если там для вас эти всякие деревья, графы, динамическое программирование, где-то в углу, но вы чуть-чуть подзабыли, вам нужно будет где-то три месяца, чтобы подготовиться. Если вы этого вообще никогда не знали, вам нужен где-то год, чтобы подготовиться. Ну, это я не говорю, что вы будете сидеть 8 часов. Это нормальный человек. Пару часов неделю этим занимается. Больше он не может этим заниматься. Вот. Ну, в зависимости, конечно, от того, насколько все нам это нужно. А! Показателем того, что вы готовы к интервью в Google, является, что если вы можете решить любую задачу в видео на лид-коде. Любое. Ну, время, не могу сказать. Зависит все-таки. Но если вы можете, если взять любую задачу, решить минимум, то вы готовы к интервью в Google. В Google. И в Facebook тоже. В Facebook очень любят динамическое программирование. Если хотите об этом, то нажимайте на динамическое программирование. Да. Это что касается кодинг интервью. Если вы претендуете на позицию чуть больше, чем джуниор. Ну, хотя бы джуниор с опытом. Скорее всего, кодинг интервью еще не закончится. У вас еще будет дизайн интервью. Дизайн интервью это, 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 это. Это вас попросят поговорить о... Вам попросят задизайнить какую-нибудь систему. Инстаграм, LinkedIn, Twitter, Google Search и так далее. То есть, вот это примерный список, это примерный как бы... Как называется? План вот самого интервью. Можете посмотреть. Это вполне реальный вопрос. Что вам для этого нужно знать? Вам для этого нужно знать... Во-первых, то есть, да, как бы начинать нужно с того, чтобы выяснить цели и требования к системе, там, из разряда. А что у нас там? У нас больше read или write. У нас там, как бы, количество юзеров. Не знаю, есть ли у вас пиковые... Нет, вы должны предположить, что у вас будут пиковые нагрузки. Вы должны... А, что там еще бывает у нас? А, вы должны... Да, вот как теорема. То есть, что нам нужно... Облабилити, консистенции или протяженность. То есть, это тоже все-все это обсуждается. Потому что... Если мы... Ну, ладно. Вот. Да. Для этого вам еще нужно разбираться... Вы должны понимать примерно разницу... Ну, не примерно. Вы должны понимать разницу между noise scale и SQL. Вы должны... Вы должны уметь предположить, какие вам нужны там... Вы должны понимать, какие базы данных, ну, примерно там, лучше для read-работы, для... Если у вас система... Если у вас система... Если ваша система дизайнится для... Ну, больше чтения, чем записи, например. Если у вас будет больше записи... Вам нужна... То есть, вот такого плана, как бы... Такого рода... Такого рода... Знания у вас должны быть... Например, там, та же Cassandra, если у вас... Риг, если не ошибаюсь... На write-чем другое... Вам нужно там... Ну, вот как-то так. Вы должны понимать, что такое load balance. Обязательно. Вы должны понимать, как... Как работает масштабирование. Вы должны понимать, как работает шаргинг данных. То есть, если у вас, например... То есть, если... У вас какой-нибудь NoSQL... То есть, с этим проблем никаких вас не будет. Если у вас какой-нибудь NoSQL... То... Вам нужно рассказать, как вы будете... Если у вас, как бы, там... Будет много данных... Много юзеров... Как вы будете шартить данные... Как вы будете... Как вы будете делать load balancing... Как вы будете делать индексацию... Что у вас будет в приоритете, то есть если вы выбрали омалабилити, то что вы будете делать с консистенцией, ну и так далее. В общем, вот это все на высоком уровне, хотя бы нужно знать. Никто там не заставляет вам рассказывать детали, как в той же Кассандре, как там считаются хэш-ключи по каким-то таблицам и так далее, по каким-то ломбам. Но хотя бы что-то такое горизонтальный и вертикальный партишек не должно быть. Это не сложно. Честно, это не сложно. Это вообще достигается там двумя недельными чтениями каких-нибудь Medium или сайтах availability.com. То есть это, ну как бы, в это надо просто у меня школу бороться. Потому что потом, когда ты это знаешь, то ты хочешь. Это прикольно. Дальше. Компонентный дизайн. Это что такое? Секундочку. Я забыла. А, это вот, да, компонентный дизайн. Это из разряда, например, в случае Инстаграма. То есть у вас, например, есть сервер процессинга обработки лент, имиджей и так далее. И вы, например, хотите, чтобы у вас, то есть если у вас, например, вот upload, он дольше занимает, чем download. Вот. И вы не хотите, например, чтобы у вас, если у сервера ограничение вести connection, например. Вы не хотите, чтобы все эти connection были запиты upload, а юзеры на download ждали. Вот. То есть вы, например, вот компонентный дизайн, это вы вот это проговариваете. Я не хочу там, бла-бла-бла. Поэтому у меня будет отдельный сервер, например, для upload имиджей, отдельный сервер для download имиджей. И, например, отдельный сервер, который делает precalculation для ленты. Вот. То есть, ну, вот такого вам не надо поговорить, там, у вас будет там Linux или там еще что-нибудь. Ну, вот как-то так. То есть вот так на высоком уровне это все распихивать. Дальше. Reliability. Ну, да, вы тут рассказываете, какие у вас там будут реплики, как у вас это будет все обыкапиться. Ну, тоже поговорить. Дата Шардинг, я уже сказала. Кэширование и балансирование нагрузки. У вас тут же в том же Инстаграме, например. Понятно, что для каждого юзера вам, например, не нужно кэшировать. Но если у вас есть какая-нибудь Kim Kardashian или не знаю, кто там у вас популярный. Вот. То есть все хотят ее видеть и к ней очень часто, то есть к ее профилю часто идут обращения. То есть, скорее всего, вы хотите кэшировать каких-нибудь сбросов. Вот. Или, например, ну, вот что-то типа такого. Опять же, вам нужно разбираться, какие у нас есть технологии для очередей. Те же Kafka или VTQ для кэширования, что там, non-cash или еще что-то. Ну, вот этого такого. А почему? Ну, у вас, скорее, вряд ли вас спросят, почему ты выбрал Kafka или VTQ. Скорее всего, вас это не спросят, потому что вы не обязаны это знать. Ну, если у вас в резюме указано, что вы знаете Kafka, то вам поговорят об этом. Если нет, то всем все равно. Вот. Ну, как-то так. То есть вот это, это то, без чего, это, ну, наверное, в ходе интервью можно подзавалить, а вот это интервью нельзя завалить. Вот. Если вы не прошли это интервью, то, скорее всего, вы не прошли интервью, в принципе. То есть на это нужно тратить силы и энергию. Вот. Есть курсы. Есть курсы очень хорошие, по которым вы будете приближаться. Он стоит практически 50 или 70 долларов, наверное. Ее можно купить на всех и пройти. Ну, либо просто посмотреть план и просто искать этот субъект. Вот. Это что касается интервью. Вот и все. Есть вопросы? Правильно ли я понимаю, что алгоритмические задачки даются вне зависимости от направления? Вне зависимости. Да. А если с программистами все понятно, а если с девопсами там тоже надо ломать? С девопсами у меня товарищи девопсы. Зависит какой. Не то, что девопсы у нас. То есть девопсы у нас ходят. Ну, у нас ходят. То есть я первого полгода на своей работе, я была девопсом. И я писала, то есть у нас был проект, мы делали автоматизацию нашей платформы, которая самонастраивает, самолечит, самоубивает наш кубернетис. И мы это все как бы, мы девопсы посидели и мы писали компоненты системы, которые вот сами это все вот подслеживают, то есть все это автоматизируют. Поэтому зависит. Чаще всего, скорее всего, они не будут такие сложные, но все равно что-то будет. Там из разряда, все равно там база структуры данных, это все надо разбираться. То есть могут сказать там найти цикл в линк и внести. Скорее всего, они не будут издеваться там с динамическим программированием, но там те же деревья, те же... А чем орелист отличается от линк и внести? Ну вот хешмэп, вот эти все вещи. То есть кодинг интервью какой-то, ну, будет. Может, ну, не такой, например, для разработчиков. И дизайн интервью тоже будет. Ну, там будут гонять. Вот, например, у меня парень проходил знакомый в Airbnb. Там очень сильно гоняют прямо вот по сетям, по основам. Прямо там из разряда. А если мы понесем такой пакетик, какой там будет выхать? Ну, как там вот. Я не помню деталей, но еще что-то такое. Я даже такая подзависная по себе. Я не смогла сразу. Он для того, чтобы пройти интервью на DevOps, он подменил курс CES. То есть книжку вы читаете. По сетям. Да, там очень сильно нужно было по сетям. Да. 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 А вы говорили в код, что это не сайт Санкт-Петербурга? Это на председатель или на... Это Educative I.O. Я не знаю, как мы с вами рассчитываем ссылочку, но это, если вы читали на Доу, там на Доу есть в статье, которую я писала. Там есть ссылка. Хорошо. Еще вопросы? Нет, вопросы. Окей. Самое интересное. То, о чем на Доу постоянно споры, скандалы, триггеры, расследования. Сейчас я вам все расскажу. Правда. Вы прошли это все интервью, дизайн, задизайнили Twitter, задизайнили Dropbox, рассказали еще что-нибудь, придумали какой-нибудь свой алгоритм полета мухи. Вот. И вам дело тоже. Значит, если мы берем сейчас, начало 2018 года, Facebook, парня или девушку, только закончившего густом, то есть имеющего год-два опыта работы, который прошел вот это все счастье, зарплата у него будет порядка 200 тысяч. Зарплата это будет состоять из базы, вот это salary, которое непосредственно то, что люди там получают, это пейс называется, это что-то там 120, может быть максимум 140 тысяч, ну где-то 100, 120, 200 тысяч, где-то так. Дальше, где-то процентов 25 это будет stock options, это значит, что вам компания выдает часть зарплаты в виде акций, которые вам будут получать в конце года, и вы их можете потом продать. Вот. И какие-то бонусы. Чаще всего это sign-in бонус, который там может быть 10, может быть 20 тысяч долларов, может там 50, он будет размазан на несколько лет, его могут сразу вам выдать, ну как-то так. То есть вот как выглядит чаще всего зарплата. То есть если говорят зарплата, вот то, что мы смотрим на глаз-дор, и говорят зарплата там 120 тысяч, это не учитываются стоки, бонусы, это все не учитывается. Вот. То есть это нам все очень учитывается. И опять те же стоки, например, вот вам, вы в конце года получили стоков, которые в начале этого года стоили на 10 тысяч долларов. К концу года они могут вырасти, потому что на данный момент 10 тысяч долларов, там это было 10 попугаев. И через там год эти 10 попугаев стоят 20 тысяч долларов. То есть уже с работой там выросло. Мы получили эти бумажки, ему продали как-то, и клебок мало. Там же как повезет. То есть это просто акции компании, которые могут упасть, могут подняться. Мне подруга, когда уходила с Амазона, и она когда получила оффер в Apple, она, когда ее спросили, сколько она хочет, она высчитывала зарплату из расчета, сколько будет стоить, сколько будут стоить ее стоки через год, которые она получит в Амазоне. Она посчитала, и то, что ей предложили, говорит, не, ребят, там копейки получаются вообще, в принципе, по ней не интересны. Вот. То есть вот поэтому ей подняли. Вот моя подруга, она сейчас в Google, у нее зарплата очень выше 8 тысяч. А у нее где-то 13 лет по доработке, из них 3 в Амазоне, и до этого, может, пару лет в какой-то компании закупала в Штатах, и до этого все было в Москве. Google она готовилась в пару лет, чтобы было в интервью. Дизайн-интервью, кодинг-интервью, штука. Вот. Как торговаться за оффер? Лучше всего, конечно, иметь другой оффер, чтобы за оффер торговаться. То есть если вы хотите в Google, например, то я бы не рекомендовала идти в него первым. То есть у меня товарищ один по глупости своей пошел, первый интервью в Facebook прошел, сразу получил оффер. То есть и он такой, ему вроде денег дали не сильно так, как мы хотим, и он там попытался подорговаться, но у него как бы стеснялся, и оффера не было, уже времени проходить не было. Вот. Поэтому лучше походить по каким-нибудь компаниям, которые вы не очень хотите, типа очень пару офферов. Плюс еще такой момент. Всякие там Google и Facebook, они очень любят затягивать. То есть интервью может растемся на пару месяцев, какой-нибудь там Кришна заболел или там еще что-нибудь. И ваш интервью, ну, всякое бывает. Вот. Поэтому если у вас уже есть оффер, вы говорите, ребят, окей, я с вами поговорю там, но у меня уже оффер есть. Это все прямо вот сжимается в учащей сроке. Вас могут пособеседовать и вынести по вам решение там за людей. Это очень важно. Вот. Ну, в общем, это, наверное, все, что я хотела сказать про зарплаты. А, все плохо. По налогам все плохо, да. Значит, если вы сингл, и у вас, то есть там есть такс брекет. То есть я не знаю точных цифр, но я сейчас просто приведу время, чтобы вам было понятно. То есть, например, у вас зарплата 150 тысяч. Она попадает там в какой-то там определенный такс брекет. То есть за, например, ну, получается как? То есть от 10 до 80 тысяч вы платите одну сумму. Дальше на остаток, который дальше вы платите другую. Вот с остатка, который вычли 80, вы платите там с этого остатка еще другую сумму. И там еще третий такс брекет. То есть вы, если то, что говорят, что люди там 33% платят со 150, неправда. Они платят не со 150, а сумму, которая 150 минус следующий такс брекет, 14. То есть с 14, например, тысяч они заплатили 33%. Потом следующий такс брекет идет, это, например, там, сколько я отняла? 150, 14, 36, да? Я не понял, что? То есть там со 136, там до 120, это другой такс брекет, там, например, 28%. То есть с этой суммы вы платите 28%. И с остальной суммы вы платите там 23%. Ну, как бы в среднем, получается, для сингл и с доходом там 120-250, это где-то 33%. Вот, 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 вот где-то так. Вот. И с налоговой лучше не шутить. Вообще не шутить. Поэтому рекомендуется, первое, что делать, рекомендуется откладывать максимум на 4-1-K. 4-1-K – это ваша пенсия. То есть очень многие мои знакомые, они почему-то 4-1-K не любят. То есть они, а, типа, не буду я вкладывать. Но что такое 4-1-K? Вы откладываете сумму, вы можете отложить до 18 тысяч в год. Это до налогов. То есть вы сначала, там, будет страховка, вы все эти вещи платите до налогов. И то есть налоги вам уже насчитываются на то, что у вас осталось. То есть вы откладываете эту сумму на фармаке. Работодатель вам матчет обычно до, с каких-то там процентов. То есть у меня работодатель матчет 4%. То есть помимо моей зарплаты я еще 4% в год получаю на свой пенсионный отработодатель. Это вот помимо моей зарплаты. Вот. Это, ну, как бы, они там матчут обычно на до 60%. Ну, зависим. То есть вы вывели из подлогов эту сумму. Эти деньги, которые на 4-1-K, они постоянно инвестируются. То есть вы отложили 18, там через 3 года их будет 50. Они постоянно окрулиться, как бы, то есть это не то, что вы положили на подушку. Там никто только деньги не хранит. Там всегда все время инвестируется. Что дальше? Страховки. Что-нибудь еще там? А, дом. Если вы купили дом, то проценты у вас тоже вычитаются с нового влагаемого дохода. Ну, на самом деле, как бы, есть способы уйти от налогов. Чем больше у нас денег, тем больше у вас вероятности уйти. У меня друзья там открывают LLC, например, там много списывают под LLC. И это тоже уход от налогов. Ну, вот так вот так. А если мы возвращаемся, что-то с этим в 4-1-K, то есть СММ? Вы можете его снять, да. Но там есть одна проблема. Если вы возвращаетесь... То есть в 4-1-K вы можете снять, когда вам 65 лет. Вы можете снять раньше, чтобы там порядка 10% нужно будет штрафа захватить. Вот. Но в этот 4-1-K вы можете использовать, вы можете сами у себя занимать. Например, на долг-паймент. На дом. То есть у вас там что-то накопилось, вы можете у себя занять, потом выплатить. Это без процентов у вас получилось. Потому что если вам не хватает на долг-паймент на дом, вы можете это занять у банка, это там штраф какой-то будет небольшой. То есть в 4-1-K там много интересных деталей, к сожалению, я их не знаю. Вот. Ничего вопроса? Можно узнать? Я, допустим, программисты с... Да! 100-500. 2 миллиона. Ну, у меня есть знакомый с инер, который зарабатывает 100. И есть знакомый с инер, который зарабатывает 2 миллиона. Вот. Среднее, наверное, для программиста с инера, это порядка, может, 300 тысяч. Ну, вот у меня подружка, она прямо такой, она хороший с инер, но у меня за партия 300 тысяч. В фейсбуке или в стартапах? Нет, она в гугле. А где в стартапах? Стартапы в стартапах там поменьше. В стартапах там нету этих стоков. Ну, там есть equity. То есть, в стартапы идут, там часто, ну, вот, база там будет порядка 170 тысяч. Вот. Но там дают как бы equity. И если нормальный стартап, он там через 3-5 лет его покупает. И я бы себе его там покупаю за 100 миллионов. А у тебя там equity 3%, нужно посчитать сколько получше. Это все по разной территории. Нет, я говорю только, ребят, это все оплатят только на СКБ. Только, только. Там где-то может быть по-другому, но нет. Это, наверное, про нас продали. В других местах я не знаю, как это работает. По сложности жизни вы покупаете сейчас. Что? По сложности жизни вы покупаете на СКБ. Да, я расскажу. Если нет вопросов, он может двигать. Сколько там работает? Я тоже слышала, что там эти каких не вылезают из своих рабочих мест. Но это не совсем, это и правда, и не правда. То есть, если вы работаете в какой-нибудь компании, типа PayPal, типа Cisco, или Symantec, или какой-нибудь там, ну какой-нибудь большой интерпрайз такой, неповоротливый, сыровый. Вы работаете там с 10 до 5 до 6 часов вечера. У вас сейчас перерыв, у вас все хорошо, у вас Mintel, все такое. Да, у вас, правда, не очень большая зарплата, у вас иногда новатая работа. Ну, тоже зависит, на самом деле, от проекта, от компании, от команды, в смысле от команды, это все-все-все не зависит. Если вы работаете в стартапе, вы можете работать. То есть, я работаю в стартапе, я иногда прихожу домой 12, и то, если у меня путь просто там не потерялась, или ой, да, потерялась, поехала домой. Ну, разное бывает. В целом, ребят, нам нужно запомнить такую вещь. Ответственность за work-life balance лежит исключительно на вас. Никто не будет вам говорить, иди домой, там, отдыхай, поработать. Никто тут. То есть, как вы себе постоянно... Ну, то есть, как, в стартапах чаще всего там работают прямо вот work hard. И там реально люди приходят, с утра открывают ИДЕ, и тут медалят. Там медалят, ну, наверное, по 6 часов точно пишут в день. Вот у меня подруга работала в Амазоне, они там тоже постоянно медали. То есть, чтобы до нее допинаться, она отвечала там один раз в день. У меня там было в календаре выделено время для того, чтобы поотвечать на Масседжер. Не то, чтобы там кто-то стоял с хлыстом, но вот много работы. Хорошая новость, работа действительно интересна. То есть, вот, например, у меня, там, где я работаю, мне приходилось оптимизировать графы. Мне приходилось... Короче, мне куча всего приходилось применять из того, что я преподаю людям в школе. Ну, вот, это зависит и поговорим. У нас очень интересно. У нас там вещи, мы что-то придумываем, что-то сочиняем, что-то какие-то... Опять же, тут же, например, систем дизайн. То есть, если ты в стартапе работаешь, ты там сам себе архитектор и кто угодно, и просто вот ты делаешь все. Ну, это круто, это прикольно, это интересно. Есть полно людей, которым это не очень нравится. Треть бога, полно компаний, в которых ты будешь работать там 4-6 часов и нормально. И заработать даже будешь нормально. То есть, очень сильно зависит. Если вы работаете в Фейсбуке, там какая-то вот культура компании такая. Кажется, люди просто вот живут. Я не знаю. Ну, им нравится. Вот, в Гугле у меня знакомый работает. Он на одном проекте работал. В зубе даже не было. Просто, в интервью на раз. Вот. Еще у меня знакомый работал в большой компании. Там у меня 13 тысяч сотрудников было. Он приходил на работу к 11, уходил в 6. У него из этого был час еще перерыв. Ну, как бы так. То есть, все очень сильно зависит. Вот, по-моему, сколько у нас. Да. Вроде все. А, про стартап инвестейцы хотите послушать? Да. Отлично. Я когда была маленькая, вот, я считаю, назад, мне очень хотела стартап. Я прямо бредила, я ходила, там, собирала идеи. Ну, ну, что-то делала. Постанно, там, какие-то команды организовывала. Вот, что-то, 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 по хакатонам. Дали на вся застыть из стартапа. Ты идешь в бар, просто попить пиво. Там с тобой сидит какой-нибудь СО. Уже, там, с компанией, там, 5 миллионов оборот. Ну, это нормально. Ты везде встречаешь, вот, везде ты встречаешь в стартапе. Я когда приехала туда, для меня был огромным шоком. Просто, ну, сидим, сидит какой-то, так, почему? Вот, просто, вот, он глаза не может собрать. Он такой, ну, а я СО, что-то делаешь? А я вот, там, картиночки с ВК протягиваю, и, там, приложение с девочек, там, сделала. Вот, интересно, там, это для меня было таким шоком огромным, боже мой. Я думаю, тут сейчас меня робот встретит, даст мне чашку скорбия. Как бы, там, Элон Маск на своей, там, автомашине, подвезет меня на Марс. Вот, блин, девочки смотрят из контакта. Ну, в общем, как-то было это, да, странно. Ну, на самом деле, то есть, чем мне нравится, вот, там, ДУК, там, народ, пили, стартапы, получил. У меня знакомая девочка, в гости приходила недавно, рассказывала, вышла она вечером в мусор выносить. И, там, говорит, два чувака какие-то с айпадом стояли возле, там, из-за щитка электрического. Что ты там делаешь? Все в проводах опутано. А мы, что тут делать, что-то. А мы приложение тестируем. Что-то они там, как-то, если они ошибались, они там сделали какое-то приложение, которое на щиток наводишь, чтобы показывать, что, куда идет, где земля, где воздух, как-то так. И, вот, в прошлом году их купили за 39 миллионов долларов, Джейни. То есть, просто чуваки сидели, наконец-то, и в стартапах. В Старбаксе, если ты в Старбакс приходишь, вот, действительно, в Старбаксе там все сидят, работают. Ты можешь постоянно, кто-то встретить, кто-то что-то делает. Там все, 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 что делают. Вот. Зачем вам нужен SEO? Если, а, у меня даже знакомые, кстати, вот они, попал бы, зачем вам нужен SEO. Они делают штук, они делают стакан. Ну, на самом деле, это просто заводилось, как стакан, они хотели сделать с диодами. И, там, подключаешь к телефону, и он, там, может, там, светиться разными цветами. Сейчас, что только этот стакан не делают, там же приложение, стакан, что у них есть, он как-то наливается, там, непонятно. В общем, в общем, человеку занесло. SEO нужно для того, чтобы человеку не занесло. Вот, 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 вот это, вот это просто, вот это, это просто маска. Потому что программисты, это, на самом деле, ну, да. В общем, их очень тяжело остановить. Вот, если, если, если стартап основывается только двумя, 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 двумя программистами, их остановить нереально. Потому что, блин, клевые штуки, ты можешь писать на что ты хочешь, ты можешь делать, что ты хочешь, и вот, просто остановиться очень тяжело. Что приходит SEO? Их все не... Приходит SEO, говорит, так, чуваки, окей, вот это мы там откладываем на ревист, там, 525. Его обматерили, носили и делали то, что надо. Ну, вот. Во-вторых, SEO нужен для того, чтобы искать инвестиции и... И участвовать, то есть, создавать нетворки... Нетворки... Ну, в общем, делать так, чтобы о вашем стартапе знали. Да. К сожалению, вопреки распространенному мнению, идеи, очень клевые идеи и очень клевые продукты, недостаточно от слова вообще, чтобы о вас узнали, и чтобы вам дали инвестиции. Для того, чтобы вам дали инвестиции, у вас должно быть желательно три фаундера. Потому что один фаундер с ним как-то тяжеловато, два фаундера, они перегрузятся, еще с ним делать, а третий фаундер, хотя бы, если бы перегрузился, либо там, либо там. Ну, вот, очень часто они любят вот трех модерн, инвестор. Продукт, если у вас нет феймос-кафаундера, в смысле, как феймос-кафаундера? Известно, известно, да. Если у вас нет очень известного кафаундера, если вы не продали, там, пять стартапов уже перед этим, если вы там кто-нибудь, то, скорее всего, вас будут все игнорировать. Вас игнорировать будут буквально. Очень тяжело пробиться, просто хотела пропичить свою идею, свой стартап. Поэтому, если вы из вот этой массы, которую никто не знает, то ваш продукт уже должен работать. У вас идея должна уже быть, должна уже, ну, как бы, ну, в общем, идея должна быть уже проверенной. Уже должны быть какие-то клиенты, какие-то деньги. У меня есть знакомые, у них был стартап, у них уже был оборот месячный, пять тысяч долларов, или семь, что ли. Или у них уже будет охот, пять. Что-то там, что-то у них уже было. И то с ними так хотела бы разговаривать. То есть у них уже компания была пару лет, вот. И вот этот парень, который у меня знакомый, у него вот этот стакан с ним тоже не просто разговаривает. Но у них никто не знает. Идея непонятно, проверенная, непроверенная. Если у вас, как бы, миллион пользователей, то да, за вами выставится очередь, что у вас проинвестируют. Но, если у вас миллион пользователей. Вот. Что же делать в таком случае? Как же, ну, сицы получили. Работает нетворкер. Очень хорошо. Вот то, что я рассказывала про ребят, которые переехали по All-Odin-Visor. Один из них, он переехал со стартапом, называется Cherry Labs. Он переехал с Москвы. Но он переехал, сразу получил сида инвестиций. 900 тысяч, кажется. Но он переехал, его уже знал инвестор, к которому он ехал. То есть, а как инвестор его узнал? Ребята, опять же, вот, другие ребята, они участвовали в Хакатоне все вместе, переехали сюда и познакомились здесь с этим инвестором. И попили с ним пиво. И говорят, а у нас вот тут чувак есть, ты интересуешься о IT. А у нас вот чувак есть, знакомый, давай мы с тобой как бы сведем. Ну, то есть, вот просто личные связи. Личные связи, они работают везде. Если, опять-таки, если вы ходите, пьете пиво, со всеми общаетесь, то, скорее всего, у вас какие-то знакомые, вас с этим послушают. То есть, это важно. Если нет, если вы обычный программист-интроверт, тогда идем в стартап-инкубатор. Платим им 10%, кажется, они вам что-то там дают 100 тысяч, что ли. Что они делают? На самом деле, стартап-инкубатор очень клевая штука для людей, у кого нет адвайзера в долине, у кого нет силы из долины, у кого нет денег. Вот это очень классно. Они вас, во-первых, учат тому, как сделать продукты именно для долины. Потому что я была на техканчах в прошлом году, на Хакатоне. И после Хакатона там был вкус, техканч из РАП и битва стартапов. И после этого нам еще выставляли стартапы. То есть, они покупали стойки. То есть, это типа ярмарка стартапов. Ну, я ходила там с этим общаться. Я нашла украинских ребят, которые сделали продукт для США. И это было, видно было, что чуваки как-то старались. Они там что-то кучу денег, времени вложили. Они вот на этот же техканч приехали. Но они сделали такую фигню. То есть, они сделали продукт, совершенно не понимая местного, вообще местного. Даже мне было понятно, что он не взлетит, потому что люди не будут этого делать. То есть, они сделали там что-то для климин-сервиса, исходя из местных реалит. То есть, они там подумали, посмотрели пару фильмов, думали, ага, все, мы адаптировали по США. Нифига. Не адаптировали по США. Ну, то есть, для этого, конечно, нужно иметь какого-то адвайзера. Адвайзера, если вам повезло найти заинтересованного в вас, это хорошо. Если нет, то вот стартап-рекубатор это лучший выход. То есть, вас познакомят с инвесторами, вас научат, как презентовать, вам рассказывают, как двигаться. Ну, просто вот поставят вас на рейс, а дальше уже будут зависеть от вас. Заявку можно подать там. Ну, это я, кстати, привела парочку только примеров. У меня есть знакомая в 500 стартапских, если надо, я могу передать вашему разуму вашего стартапа. Как это выглядит? То есть, проходит там какой-то буткэмп, там 3-4 месяца, кажется, потом они презентуют просто свои стартапы на какой-то... Приходят инвесторы, инвестор платит кучу денег для того, чтобы посмотреть свои стартапы. Потому что инвесторы очень любят, на самом деле, этот кредит. Потому что очень много звезд выходит с этих инкубаторов. Очень многие стартапы, инвесторы дерутся за них, на самом деле. То есть, если ты крутой инвестор, тебя пускают на какие-то такие инкубаторы, из которых выходят там звезды. Если ты не очень хороший инвестор, ты уже довольствуешься агенткой. Ну, что-то такого. Вот, поэтому я считаю, что они того стоят через инкубатор, если у вас нету никаких других знакомых. Участие в хакатонах. У нас проводится много... Ну, вот один из самых известных – это вот TechCrunch. Хакатон. Ну, а хакатон обычно вы приходите, и вы там что-то пилите там за 24 часа, там презентуете за минуту. Это было, кстати, ужасно. Реально минута была на презентацию. 140 команд. Вот. И... Ну, выигрывайте, не выигрывайте. Чем хорошо? На TechCrunch тусит действительно много инвесторов. Если у вас достаточно хороших близких, то вы можете кого-то поймать и пропичить ему быстренько свою идею. Во-вторых, если вы выиграете... Кстати, выиграть там не так уж и сложно. Если вы выиграете, вы можете поймать журналиста, а вас напишут в TechCrunch. Вот. Если вас напишут уже в TechCrunch, а вас что-то будет уже известно. То есть это тоже как способ. Это реально не так сложно, как оказалось. Мы с ребятами выиграли в одной из номинаций. У нас приз был 5000 долларов. Вот, приколь. Мы делали умные мусорки. Вот. Они так и не заработали. В общем... То есть... Это звучит гораздо страшнее, чем... Чем для... Единственное, что... Попасть... А! Туда просто можно зарегистрироваться. Это что-то бесплатное. Попасть. И есть куча хакатонов такого уровня. Angel's Hack называется еще. И на TNT хакатон. На TNT хакатон туда не ходят инвесторы. Ну, в общем, это можно купить. Дальше. И если у вас уже есть готовый продукт, вы можете купить стойку на... На CES, на TechCrunch и просто стоять и ждать, пока вам подойдут. Но это дорого. Ну, хотя как... Сама стойка стоит, что-то, как на TechCrunch 1250, что ли. В зависимости, где. Но презентацию готовить там просто все... Такое яркое суббегает. Но, опять же, это шанс просто поймать инвестора за руку, показать вот у нас вот это и сделать что-нибудь, пожалуйста. Вот. Это то, что я знаю. Твой реальный статар параллельно с работой? Обучила там где-то? Угу. Я бы не сказала, что я пеллила стартап. То есть... Это было такое. Вопросы? Никаких. Окей. Да. Попробую по поводу стоимости жизни в долине. Значит, дорого. Очень дорого. Долина выглядит вот как... Ну, то есть, стоимость жизни увеличивается от Сан-Франциско до Сан-Франциско. Сан-Франциско дороже всего. Самая дорогая статья – это жилье. Одна подрубная квартира – это двухкомнатная по местным меркам. Но одна подрубная квартира на данный момент где-то вот в середине... Ну, не середине, все-таки. Где-то между Пала-Альтой и Сан-Фасе она стоит что-то порядка, может быть, там, трех тысяч долларов, а может, две с половиной. Ну, это не самая хорошая квартира. Скорее всего, это будет без стиральной машинки внутри. И без возможности ее установки. Ну, зато, что она хочет, наверняка. Ну, вот. То есть, вот это самая высокая статья Распранциско. Еда... Ну, это зависит от того, как вы питаете. На самом деле, еда там относительно дешевая. Это порядка, может быть, 7-10% дохода на двух человек с оплатой. Чего еще там? Машины. Машины там очень дешевые. То есть, вы покупаете машину практически на подкопеечный процент, под 34%, в 5 лет, вы платите за нее там порядка, ну, не знаю, машины там за 25 тысяч долларов, как у них Toyota Camry. Вот. Вы за нее будете заплатить, может, 300 долларов в месяц. Страховка, если у вас здесь не было... Ну, страховка будет стоить там от 100 до 300 долларов. Это зависит от того, как вы попадете. Вот. Что еще? Какие там развлечения? Я, честно говоря, приехала, не поняла, что вы здесь занимаетесь. Принято, как пить в баре. Что вы здесь делаете? Вот. У нас... Ну, то есть, долина, это как бы такое место, у него очень классная локация. Сейчас в сторону океан, там можно серфить, там очень просто красиво, барбекю и так далее. Да, там купаться нельзя, вообще нельзя. Ну, только в гидрокостюме, там все пятерочки. Нет. Только в этом, в Лос-Анджелесе. Нельзя. Там очень холодно. А то там киты плавают. И косатки. Их можно обменить. Вот. Три часа в другую сторону, там горы Сьерра-Немада, там хайки, там тоже барбекю, там лыжи, сноуборд, там все это есть. Вот. У нас, если вы не любите реактивных хитов спорта, а опять же, монтенбайки, то есть у нас тоже это все рядом, скалолазание, бега, ну, это как бы кто упорот по спорту. У нас очень много всяких метапов, у нас очень много концертов. Чтобы вы понимали, например, Найтвиш уже просто завелбал. Он ездит каждый год. И я уже просто не могу их слушать. Вот билет на ДиАнтворд, вот два года они уже, кстати, они каждый раз приезжают, как в последний раз. Вот. Это стоит порядка, там что-то 30 долларов долларов. Это с разогрева, ну вот Найтвиш это был Дилейн с Абатон на разогреве, и Найтвиш это вот три группы. Это 304 долларов билет. Это вот просто, и так еще сидишь, думаешь, пойти, не пойти. Вот. Куча всяких фестивалей у нас есть, у нас каждый год про Александр Шопот. Это шикарнейший фестиваль, это три дня у Кара просто такого, там с рок-группой, классный. А, Ваня, простите, мне показалось. Вот. Бёрнинг Мэн, это раз в год, ну, я не знаю, слышали. Если вы не слышали, вы уже просто не почитаете данную. Это просто шикарнейшая вещь. Вот. То есть это, ну, клубы в Сан-Франциско, они другие. Они прямо совсем другие. То есть я когда приехала в клуб первый раз, мне привезли какой-то фафосный клуб. Я делала даже короткую юбку, в общем, для этого. И я зашла, и оно все ободранное, шарпанное такое, такое страшное, странное. Блин, я провалилась, у меня нога провалилась в щель. Но вот этот трэш, в нем, я не знаю, я сейчас, ну, наверное, есть клуба получше. Я просто на этом, мой эксперимент с подругом закончился. Вот. Но ребята говорят, что есть клубы сильно лучше. Но вот они не такие красивые, как они здесь. Но там другой, какой-то другой прикол, другая атмосфера, что это. Там другая музыка, другие люди. Там очень плохие коктейли, просто отвратительные. Если пить, там лучше только виски не привела, вот там забуду, но я там не готова. Для меня кошмар такой, просто. О, там Вегас. 59 долларов в час вы в Вегасе. Там 6 часов на машине, вы в Лос-Анджелесе. В Вегасе можно просто тусить и кучить. Это просто... От Вегаса 250 долларов, мы брали каньоном по ретельной предалете. Что там еще у нас есть? Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, там просто развлечения на любую вкус. Я так поздравляю, что здесь тоже все это есть. Каждый день у Криньона и Вегаса. Ну, может быть, немножко других масштабов. Ну, в Долине самой скучно, да? В Долине? В самой так. Не знаю. Не, нет. Ну, вот, ну как в Долине самой? У нас есть, то есть у нас, если... Что называется скучно? Что называется скучно? У нас нет, у нас есть, в Долине есть бары, в Долине есть клубы, и в Сан-Хосе, и в этом... Ну, как бы есть, ну, есть это все. Ну, нет, за движением народ обычно едет в около Терри Сан-Хосиска или в Сан-Хосе. Ну, они обычно, ну, опять-таки, мои друзья, именно просто так попробуют, то есть, нет, смысл, если каждую неделю кто-нибудь приезжает. Каждую неделю кто-нибудь приезжает, едешь, там, то сидишь, там, то есть вечер, там, какой-нибудь теплый день, например, Сан-Хосиска. Там есть, у нас есть бары, пабы, вот так, то есть, ну, вообще Долина вымирает в 9 часов вечера. В 9 часов вечера выходишь на пробежку, никого, скурс пробегает. А почему все равно стоят на работу? А у многих графики поставлены по детям. То есть те, у кого детей нет, они не стоят рано на работу. Вот, плюс многие там пытаются трапик побить. Я, например, на работу езжу в туловище. И в 7 часов езжать, когда я срабатываю. По детям, где постараются, поэтому езжать. С детьми там, да. А как обстоят для вас в Сан-Франциско? Не, понял, в Долине их нет. В Сан-Франциско их полно. Все? Полно. В Сан-Франциско, ты приходишь, ты приезжаешь в Сан-Франциско, ты идешь, и ты просто... Они такие интересные вообще. Они... Они вот личности. Агрессивные. Вот ты... А? Они агрессивные? Я не встречала агрессивных. Они их с тобой-то пытаются там разговаривать что-то, но они как бы быстро достаточно отлипают. В Тендерлойн лучше не попадать, мне говорили. Туда даже копы по 5 штук ездят. Вот, а там есть такой район в Сан-Франциско, то есть как бы туда лучше... Туда лучше не соваться. Ну, днем туда можно пройти? Я не раз прошла, я не знаю, что тут будет. Но я хочу сказать так, в Сан-Франциско, на самом деле, когда туда попадаешь первый раз, просто шок. Вот просто адовый шок, потому что это блеск и нищета в одном флаконе, и как-то вот это все перемешано. Но это как-то настолько, вот люди, которые, вот если побывать в Сан-Франциско и провести там какое-то время, не просто проехать, а просто... У меня еще нет ни одного человека, кто бы туда переехал и захотел вернуться обратно. Оттуда невозможно вернуться обратно. Ты, вот у меня в больнице живет там один, он просто у него влюблено все, когда приехал. Вот он мне рассказывал, говорит, ты приходишь на пати, там у них там дресс-кон сегодня одна бабочка. Все. Вот. Либо там, либо как бы вечерняя там... То есть там вот то, что, я не знаю, вот если вы в душе арт-человек, вот Сан-Франциско это как раз для вас. Там куча всего, там вот такое, там куча движения всякого разного, там куча людей, там куча музеев, куча, вот реально куча, куча всего. И он какой-то дико непонятно офигенный, вот как-то так я бы сказала. Я не знаю, как это объяснить, честно. Там надо просто побывать и это все... Там очень дорого, там очень все маленькое, там ужасно сложно найти парковку. Вот, я туда на машине в принципе не езжу. Но там какая-то такая атмосфера. Очень интересно. Ну, там очень дорого. Плюс там плохие школы, если с детьми там... Там вот хорошо, если ты совсем молодой, там снимать одну квартиру на пятерых. Вот это классно. Вот это прям вообще. Ну понятно, как там такие люди стараются от школы плохие. А? То есть здесь не приезжают в какие-то более спокойные места. Ну, да. Не, ну там есть как бы... У меня-то коллеги живут там в Франциско с детьми, но они немножко в других районах живут. Вот. Те, кто с детьми, они обычно стараются... Ну, у нас в принципе в долине уже школ плохих мало. Потому что как бы что такое хорошее... Ну, то есть у нас окружение фредмороза вокруг школ. То есть все хотят своих детей отдать в большие школы. И вокруг школ обычно там благополучные районы. То есть в какой школе учатого ребенка, зависит от того, в каком он окружении живет. И зависит от того, в каком ты окружении живешь. То есть не может быть хорошей школы в плохом районе. Это в принципе, ну, как бы это... Нет. Или хорошего района будет плохой школы. То есть обычно... Обычно вокруг там есть хорошая школа, то там все ухожено, все хорошо. Соседи все не-не-не-не. Вот, как бы, у меня знакомый, который вот этот инвестор. У него дочка учится в классе с дочкой Сергеем Блином. С кого? Сергея Блина. Вот. И вот это... И вот это как бы этот... И вот эта сказка по поводу того, что... А, я не знаю, как у вас это... У нас это уже достаточно известный момент. Я зарабатываю 500 тысяч, а меня не взяли в президиум школы. Ну, так, в совет родителей на школу. Ну, да, потому что все остальные зарабатывают по 1,5-2 миллиона. Вот. Но это классно, потому что... Это формирует окружение, в котором ты живешь. То есть если ты живешь там в плохом каком-то районе, пусть у тебя там будут жить какие-то малозарабатывающие люди. О чем с ними говорить? А когда ты живешь, то есть, ну, у тебя даже какой-то сосед работает там в гугле, там ездит на таком же мотоцикле, как и ты, и там уже у вас есть какие-то общие интересы там, как-то... И вот это все окружение, которое в городе есть. А на сколько реально купить... Ну, в том районе, где я живу, я живу в Санта-Кларе, это не... Это ближе к Сан-Фосе, то есть. Вот. Это ближе к Сан-Фосе, это даже вот это не палат, это не запалат. Это такой дешевенький рамчик. Там дом стоит миллион от миллиона, такой, в котором бы я живу. Это три бодрума, там, хотя бы полтора боскви. Вот. Это... Ну, там, у нас же как... У нас достаточно низкие проценты на ипотеку. Там один, два, три процента. Небольшие. Вот. Поэтому ты дом практически в росточку покупаешь. И плюс этот дом будет каждым годом дорожать, дорожать. У меня друзья там переплазят на меня три года назад. Трех бодрум на таунхаус за пятьсот сорок. Сейчас он стоит восемьсот сорок. Три года. То есть ты продаешь, у тебя вот триста тысяч просто вот сверху. Как бы... То есть это... Вдаление на данный момент дома как инженские цены считаются. Да, это дорого, но это реально. Баджик-то. То есть, если семья из двух программистов, вообще без проблем. То есть, семья из двух разработчиков, таких средненьких, какой-нибудь джуниор и какой-нибудь полусеньорчик, это доходы до 300 тысяч будет. Вот. За двоих. За 300 тысяч вполне можно покупать. Ну, как бы с доходом. Вот. Если у оба полусеньорчика, то уже, конечно, совсем выше. Чего еще вопрос есть? Как живут и отдыхают? Многих? Рискупаться, шучиться. Либо пять часов на голове. Ну, кстати, про аренду квартир. Я слышал, что в Америке у них немного больше контроль к людям, которые отбежают. Да. Если ты приехал из какой-то непонятной страны, вроде нашей, и просто приносишь даже деньги, даже они у тебя есть, у тебя просто так не по себе. У тебя нужна рекомендация или что-то еще, документы о том, что у тебя там есть какие-то привязки вообще к жилью, вернее, к стране. И да, и нет. Вот я бы на самом деле делила все, что... То есть, если приезжаешь в долину, и у тебя есть оффер от работодателя, тебе дают кредит на машину без проблем, тебе дают без кредитной стоимости, у тебя селят, у тебя все... Ну, да, ты там платишь какой-нибудь... Как вам всякие люди депозят, ну, не больше, чем все. То есть, когда я туда приехала, вот это было так просто все легко и просто. Вот. Когда приехали мои друзья в Лос-Анджелес, я такая, а, ща мы тут вам все сделаем. У меня был шок, когда им сказали, ребята, 18,5% на машинах. Какие вы, вы, о чем, ребята, блин, поехали к нам дали, ну, там покупали. Вот, но... То есть, если есть... А, непривычные. Ну, они, прям, там все такие, то есть, там все с офферами, там все... И люди понимают, что сейчас он поправит этого человека, потому что у него там кредитная история только-то началась, то я, например, машину покупала с кредитной историей в возрасте, там, 3 месяца. Я купила машину, ну, как бы за... Чуть больше, чем 25 тысяч долларов. Вот. То есть, без проблем вообще мне дали, под нормальный процент, без всяких разных. То есть, мне там еще скидок сделали на 5 тысяч долларов. Вот. А, кстати, ребята, будете покупать машину, торгуйтесь. Торгуйтесь, 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 торгуйтесь. Вот это, это то, чего вы мне не сказали, когда, когда я приехала, и это прямо обидно. Никто никогда не покупает машину за MSRP. То есть, за стоимость, которую они выписывают. Никогда никто. MSRP-то старт. Ты приходишь, там, машина стоит 40 тысяч. Такой, ребята, 32. Они, ааа, нет, все, ехали. Хорошо, я пошел. Ну, конечно, на 35 мы сойдемся. Ну, зависит, да. Какие-то больше машин, ты скидываешь меньше. Например, там, на... Американцы вообще очень сильно торгуются. Есть специальные дни, которые лучше всего покупать машину. Это, например, Labor Day. Это 4 сентября, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, на какие-то праздники, вот там, у них реально огромные скидки. Либо, либо вот в мае, потому что они распродают модельный ряд предыдущего года и ждут уже следующий год. Тоже они хотят очень сильно поставить себе по самому месту. А? Давайте дальше. Хорошо. Хорошо. Хорошо, почему уходят из Гугла? Вы можете себе представить, что я ушел из Гугла? Да, да. Да, отлично. Значит, мы с вами споемся. Вот. Ну, значит, люди уходят... Ну, окей, я расскажу про своих знакомых. Первое. Кому-то скучно просто становится. Работал над каким-то интернал продуктом, просто стало скучно, надоело. Большая компания, бюрократия, Гуглова. Не захотел перевестись, потому что там не сложилось, туда не взяли, туда не хочет, там нет предопозиций. Второе, если тебя взяли в Гугл, ты, скорее всего, уже звезда. Прямо звезда такая вот, ка-с-с, вовгу горит. И когда ты приходишь... То есть, это и прех, что к тебе относятся как звезда. И когда ты приходишь там, где все такие же звезды, ты такой сразу, оба, и становишься одинаковым. И это, как бы, не все могут пережить. Зависит от многих факторов. Вот. То есть, это, кстати, достаточно распространенная. Это достаточно распространенная причина. Дальше. Еще очень распространенная причина, почему приходит, уходит именно... Очень тяжело расти там. То есть, как бы, если ты пришел там на какого-нибудь джуниора, ты можешь вывести там сюда до медла. Но вот дальше расти очень тяжело. Вот, например, хочется оппозиции, попробовать себя в архитекта. Ну, как бы, позиции архитекта, но вот интернале это сделает и задача остаться. Поэтому люди уходят, ходят в какой-нибудь стартам, работают пару лет архитектом, получают опыт, уже приходят в Google, возвращаются в архитект. Третье. Люди, работая в Google, скорее всего, как бы, они уже, если ты имеешь резюме, строчку в Google, то можно выбирать, в принципе, очень из многих компаний. И, скорее всего, в вопрос о интересности проекта стоять не будет, потому что и в вопрос о денег стоять не будет. Потому что зарплаты, скорее всего, будут очень хорошие, скопил кучу денег, работая в Google, и уже есть какие-то стоки, которые завестились, поэтому можно выбирать просто что-нибудь для души. На самом деле, в небольших стартапах вот для души очень многое. Ну, как бы, вот это основные причины, те, которые я слышала в своих знакомых. А, ну и многие уходят просто организовать свой стартап. Тоже. Потому что, если ты из Google, то тебя могут обратить внимание, дайте выросли цели. Ну, вот это то, что я знаю. Кому не подойдет жизнь в долине? Это очень интересный пример. Если вы считаете, что процесс интервью не для вас, что вы выше всего этого, то, что вы выше всего этого, в Харькове будет, наверное, лучше, а в Киеве. Если у вас нет четкого понимания, что нужно подождать какое-то время, ну, то есть не у всех получается сразу адаптироваться, устроиться, не у всех сразу хорошая зарплата, какие-то ожидания, реальность, что-то не совпало. И нет желания ждать 2-3 года, пока хотя бы хорошая зарплата появится, то тоже лучше не ехать. Вот. Я, например, ну, не знаю, у меня не то, чтобы большая выборка, но, как бы, если отбрать, ну, у меня просто из-за того, что через меня проходит достаточно много людей через школу, то меня знакомы еще больше, чем у среднего, например, просто разработчика. И то, что я видела и слышала от людей, как бы, вот через какое-то время, когда, как только появляются деньги, все, жизнь просто становится, как бы, никому не хочется возвращаться. Единственное, я слышала причины, почему люди хотят вернуться, это от женщины слышала, потому что они, вот у меня знакомая, она хочет очень вернуться в Киев, потому что они здесь в Киеве очень хорошо жили, у них там, они там были above average. И вот такого, чтобы above average, нужно быть каким-нибудь инвестором. Вот. и вот она говорит, что она для детей, например, не может там здесь, там вот дать, чего бы она хотела дать, чего она могла бы дать в Киеве. Я не знаю, у меня детей нет, поэтому мне нечем с вами. Я слышала, что образование, например, здесь лучше, хотя мы как-то, мы же с вами здесь с образованием, с образованием в Стэнфорде, я не знаю. Как по мне, там даже, ну вот, например, чтобы вот понимали, у нас, ну, в смысле, в школах, в американских, вот если ребенок, там, например, это хороший математик, и вот там, какой-то он 10-й грейт заканчивает, и он уже, уже там, он прошел курс, он идет и берет курс в колледж, все еще участвует в школе, то есть он заканчивает, он заканчивает школу, он уже прошел половину курса в колледже, это нормально, это окей, то есть если ты, как бы, идешь вперед, то, пожалуйста, учись, учись там, то есть, да, там еще, обучение там дорого, но, опять-таки, дети могут с вами, с вами взять лон, 25 тысяч долларов за обучение, окей, но мы выплатим там, через какое-то время, вот, я видела многих ребят, которые приезжали, которые действительно не могли, ну, это достаточно тяжело психологически, когда прожил долгое время здесь, с хорошей зарплатой, с, когда тебе рады там везде, ты туда приезжаешь, там все такие, и ты обычный, ты просто вот обычный, и вот я видела ребят, которые просто не смогли с этим умириться, вот, ну, то есть, потому что, как бы, они уже, может быть, и работать какое-то время, ну, в смысле, что бы дальше, ну, куда дальше, а туда приезжаешь, и ты такой, как все, и надо опять куда-то лезть, и, ну, некоторым отдаются очень тяжело, не все, но некоторым. Вот, по поводу общения, я слышала, что многие говорят, что, типа, друзей нельзя завести, это все фигня, там, там, там очень огромная русскоязычная комьюнити, там, если хочется общаться со своими, американцы, они очень открыто, единственное, что они, конечно, не заводят, ну, как, тех, кто помоложе, они заводят друзей, просто потому, что они работают вместе, но те, кто постарше, они как-то больше вокруг, там, каких-то общих активностей, например, если вы занимаетесь, вете скаллазанием, скорее всего, будете дружить, если вы занимаетесь, байками, тоже будете дружить, друг друга на барбекю приглашают, там, дети, плейдейты, всякая такая фигня, то есть, это все у них постоянно. И я знаю, что, конечно, вы не сможете позвонить кому, для меня, кстати, это был огромный шок, как здесь все друг другу звонят, просто вот, когда ты дома будешь позвонить, это, там так не делать, там надо написать, а можете сейчас говорить, а будете нам позвонить, то есть, ты не можешь вмешиваться в личное пространство человека, но это, ну, как-то, не, ну, звонят, наверное, какие-то близкие там совсем друзья, у кого-то может, но в целом, как бы, ты, ну, это, так не делается, вот, ты не можешь там открыть, там, среди ночи, там, двери, там, прийти, пожаловаться на службу, ну, и то, что ты можешь, можешь, конечно, но это тоже так не делается, вот, там народ реально не жалуется, вот, не жалуется не потому, что некому, ну, как-то они все привыкут, борются свои проблемы решать как-то сами, они как-то вот делятся, то есть, ты видишь, ты все такие на позитиве, все все прикольно, и как-то вот, вот, как бы, ты сам к этому привыкаешь, но ты постараешься, вот, то есть, там, идешь, смолтолки постоянные, то есть, ты там с кем-то болтал в очереди, с кем-то болтал там, 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 ты постоянно с кем-то болтаешь, постоянно с кем-то болтаешь, Я слышала, что многие холнуют, что они не искренне. Но у них не то чтобы культура, а они искренне улыбаются. Им норм. Это нормально. Как понять, нравишься ты человеку или не нравишься? Очень легко. Если ты с человеком несколько раз пересекался, он тебе все еще улыбается. И он не инициирует общение сам, то скорее всего он тебе просто улыбается, потому что он привык всегда улыбаться. Обычно, если люди друг другу интересны, он там будет тебе как-то звать куда-то или как-то там сам предлагать там, о чем-то пообщаться. То есть к этому тоже приступаешь. Вот. Там все понаехи. Вот все. То есть американцы там найти очень сложно. Мне мама когда-то спросила, я сказала, ну что, ты нашла 7 американских друзей? Я говорю, мама, тут американцев еще даже не нашла. То есть у меня в компании 12 человек и у меня нет ни одного русскоговорящего. Меня завидуют все. Вот просто. Потому что я не говорю на русском на работе. Мы все на русском на работе разговаривали, потому что все, у кого-то, потому что я и есть. Вот. А я мне только на английском. Я очень изучаю. Вот. Всех, никому не волнует ваш английский. Если вы можете выразить свою мысль, пожалуйста, хоть на пальцы. Там все говорят коряло. Все. То есть всем все равно. Я-то из-за этого пальца. Вот. Ну, вроде все. Вопросы? Не, погодите, пожалуйста. Слушай, а на каком проекте сыгранцов? Я сэпплей инженер. Ну, как там, по уровню или у вас сэпплей не думаешь подплатно? Не. Мне сказали, напиши себя кем хочешь. Но я не семью. То есть вот и все. То есть я сэпплей инженер, но я не семью. А школы там платные или не платные? Там есть платные школы. Обычная школа там бесплатная, но за бесплатную хорошую школу ты платишь аренду. Это компенсируется дорогим жильем. Потому что там нельзя жить в одном районе и отправить ребенка в другой район. Ты можешь отправить ребенка в другой район только в частную школу. Поэтому там все время все переезжают. В полиметре школы мы хотим такую, мы живем здесь 3 года. Потом нам нужна middle school, мы переезжаем в другой район. А в автобусе в школе есть? Есть. Я тоже их автографировала. А уже тоже ездят? Обалдеть, там автографировали. Класс, а не ее. Нет, там есть школа. Не везде тоже. В школе будет. В школе будет, конечно. Да. Если у вас есть вопросы... Есть вопросы. А, да. Я не услышала. Да. А, да. Вы мне рассказали, а почему они все хотят обрабатывать? Я принесу, на той же причине, что я могу. Да. А если человек, какой-то стендбук, ему на позицию был, там ворок, например, спрашивает, стал для ритма. Да. То есть, ему нужно будет все равно соучить достойно. Да. Ну, обычно... Архитектор его спрашивает, как он центрировать массив. Ну, его не спрашивают, как он центрировать массив. Его спрашивают... Соль. Да. Как это... Что? Что это такое? Нет. Да. Все равно это интервью проходит. Ну, то есть, а как доказать, что это архитектор? Нет. Он приходит. А если тут так и что? Что? Ну? Ну, всякое бывает. Нет. Нет. Это не архитектор. Слушай, пожалуйста. У вас на митинге много? Очень мелкие. Еще раз. Что? Например, вашей команды, да? Вашей стартап, когда-то команда, которая везет. Много там на митинге, на заводе? У нас конкретно нет. У нас очень маленькая команда. Но в больших компаниях на митинге уходит куча времени. В стартапах какой? Нет. В стартапе у меня митинг. Мне надо что-то срочное присвоить, а за руку побежала. Мы сделаем. Либо у нас просто эти whiteboard стоят для рабочих. На митинге много времени. Поэтому у меня девочка знакомая, она говорит, я себе в календаре просто за allocated время для работы, которое мне никто не может за что-либо видеть. То есть вот так. Потому что не успеваешь поработать. Да. Чем больше компания, тем больше вот такой бюрократии. У меня парень работает в Apple. И у него куча времени уходит на самую эту бюрократию, на борьбу с системой. То есть от этого тоже устаешь. Хочется просто походить. Просто хочется сесть и походить. Но это не можешь. У нас ситуация такая ступень. Ну да. Как и везде, да. Совершенно верно. А, кстати, там очень распространено. Вас могут взять на позицию с технологиями, которых вы вообще абсолютно ничего не знаете. Вот, кстати, вот зачем нужно я в этом интервью. Я, например, когда выходила на работу, я из всего того, с чем я представляла работать, я знала только слово докер. Все. Какое слово? Докер. То есть это все были мои знания по технологиям, которыми нужно было работать. Вот. По этому интервью у меня было, у меня была задача, мне нужно было, мне нужно было разгадать, что мне для того, чтобы решить эту задачу, мне нужно построить граф, сделать гамильдонов путь обойти, обойти все вершины. Это все надо было заходить, подписать тесты, сделать ЦНД-тул для того, чтобы запускать. Это у меня было тестовое задание. Потом у меня еще было 5 часов интервью. Ну, как бы тоже всякими разными. Тестовое задание вы не писали, да? То есть? Не-не. Тестовое задание вы не писали домой, я думаю, если я работаю. Какой товар из зарплат происходит, по-моему, в вашей подпозиции? Да. Обычно, обычно, как бы, зарплату, ну, то есть зарплату пересматривать, там, раз в год, там, повышает, там, на 2-4 процента, это чисто индексация. Разрплата обычно происходит, если ты переходишь с левелом на левел. Ну, что такое с левелом? Ну, вот это то, что у вас там, джуниоры, наверное, или, я не знаю, у нас, как бы, вот. У нас, например, в том же Apple, там, левел от 2-го, ну, как бы, до 5-го левела. На 5-й левел со стороны не хайрят. То есть, хайрят максимум 4-й левел, а потом, как бы, на 5-й левел. Это то, что я услышала от своих знакомых, работающих в Apple. Когда вы это увидите, если вы не знаете? Я? А у меня другие планы. Я не уверена, что я хочу до селевая. У меня, у меня немножко другие планы, как вот это я. Вот. Да. Полно. У меня вся школа к емисбута. А они тоже? Да. Нет, здесь я на дизайн, они не проходят. Они проходят, они ходят внутри тоже проходят. Ну, вот, наверное, про бинарное дерево и ничего не спросят. Ну, хотя могут. Ну, а вот они, например, могут спросить там, типа начи закончить. Чего они еще спрашивали. Есть такая очень популярная задачка, например, вот, как его, балансировка скобочек. Ну, да, да. Парень количества скобочков или reverse polish notation. То есть, это у таких, уравнение там со скобочками. У него надо, как гадричпи это делал. Ну, в общем, он такой. То есть, стейк, это как раз использование со структурой данных стейк. Вот это все надо знать. То есть, базовую структуру данных мы не знаем. То есть. Вообще, QA отсюда уезжают? На каком бы пути вы подсказали? Ну, кто-то не разграбляет QA? Да. QA там очень много. Замечательные ребята. Я говорю. А? Сколько лучше там, скажем, или хуже QA уезжать отсюда? Ну, у меня знакомые QA. Их поменьше, но уезжать. Payroll не здесь. Payroll не здесь. Payroll не здесь. По H1 может быть тоже. Я боюсь собрать. Скорее всего уезжать. Ну, наверное, уровень зарплаты, конечно, там меньше, да? Ну, если manual QA, уровень зарплаты не особо большой. Там, наверное, 60-90 тысяч. Вот. Automation QA это вот 150 тысяч можно зарабатывать. Ну, это, это хорошее было, у меня что-то было. Ну, я говорю 300 тысяч, надо понимать, что 300 тысяч это звезда. Ну, как? Это звезда, в смысле, не то, что там талантище, типа ему сотворится, но это просто человек, который много работал, который много готовился, она молодец. Ну, да. То есть это всем, это всем доступно. Вот такой, как она, могут все, если будут пахать столько, сколько она. То есть это, ну, как бы, она, она прямо, она, конечно, очень крутая. Но она, столько, сколько она пахала, типа, если столько, сколько она работает, и не стать звездой, ну, что-то с тобой не так. А что такое прозвольство? Отключение DevOps и программистов. А есть какая-то программистов, кто-то больше, кто-то меньше? Что-что? Ну, DevOps и программистов. Кто-то больше, кто-то меньше, или они примерно на 2? Я думаю, DevOps все-таки чуть меньше получается. Ну, не чуть, а меньше. Потому что, ну, как, опять же, у нас, например, чтобы вы понимали, то есть у меня знакомый, он менеджит команду здесь в Киеве. То есть у нас стартапы, у них есть команда в Киеве. Он попросил, как бы они халили кого-то, и он попросил список, кого им нужно. А я посмотрела, и он сначала говорит, нет, такого не найду. Я таких не найду, да. То есть я программист, я могу делать DevOps, я могу делать Киеве, я могу делать все. Ну, конечно, я буду делать DevOps хуже, чем DevOps, который этим занимается. Ну, как бы я могу там. Ну, то есть я могу делать все. То есть если я там, не знаю, например, если я не могу на… работать с кубернетом, если я не могу на конфигурить кубернетом через полгода работы там. Ну, не знаю. Вот как-то… Да. Ну, окей. Я, наверное, сейчас утрирую. Это все-таки стартап. И в стартапе это нормально. Но, опять же, вы должны быть способны выучить любую технологию, которую вам вам сказали. Вот вы должны… Ну, то есть, опять же, человек должен быть… Программист, его должен быть способен задеплоить свое приложение. Настроить сервер и задеплоить его. То есть всякие там докеры, виртуалки, варганты и так далее. Вот это да. А? Фуллстэк, я бы так не говорила… Ну, фуллстэк это все-таки фондэнд, наверное, касается еще, да? Ну… Ну, это все касается. Ну… Ну, бэкэнд… Я, все-таки, бэкэнд разработчик, я не хнустаю. Не, ну, это же описано, что как раз получается, что вы должны и то, и то… Ну, я по контенту слышал, совмещать все вместе должны. И это касается стартап. Потому что нет специализации там. У нас есть. У нас отдельных контент. Здесь, в смысле, где более специализировано выбирать, с точки зрения своих способностей. Ну, да, я об этом слышала. Ну, как бы, в идеале, конечно, вы нужны, но… Уметь… Все. Да. Ну, опять же, но… Ну, я, например, не слышала, чтобы бэкэнд разработчики… Окей. Я называю, что такое есть. Но, например, мои знакомые, которые работают бэкэнд разработчиками, они не берут фронтэк. Они не подправляют кнопочки на счету. Но зато они, они могут поднять там… поднять мастер машину. Ну, вот. Опять же, все зависит. У кого-то более узкая специализация. Зависит. Ну, вот. Чем ниже уровень я взобочка, тем больше он должен называть. как бывает. Да. Я могу? Да. Я могу? Да. Что там в школе, которые преподаются там… Ещё вопрос? Ну, вы в школу, в которой преподают это? Да. Чем занимаются в школе? Я сейчас занимаюсь подготовкой к ЭДВ. То есть ко мне приходят люди, которым нужно подготовиться. И мы проходим курс алгоритмов. И сейчас мы начинаем системный дизайн. Когда я вернусь. Подготовка ЭДВ? Нет. Они слишком хороши для меня. Сколько среднего времени, чтобы продолжать начинать? Очень сильно зависит от человека. Если совсем с нуля, я же говорю, у меня заняло, например. Если совсем с нуля, то, наверное, если каждый день заниматься, проходить все курсы, то может где-то с полгода. А если опытный уже человек? Просто можно отштифовать. Опытный в чем? Ну, опытный, конечно, он таким думает. Ну, в смысле, он знает компьютер? Ребята, вот это... Если знает, если он это все знает, то 3 месяца достаточно. Вот я вот этот парт-1, парт-2, я вот эти очень советую курсы. Если вы оба их пройдете, этого будет достаточно для того, чтобы пройти в интернете. То есть, более чем. И вот еще. Вот. Вот здесь тренироваться. Ну, то есть... Там бесплатного хватает? А это бесплатного? Нет, там скрывалка. Да, бесплатного хватает. А менеджеры вообще переезжают? Да? Менеджеры переезжают. Наверное, переезжают. Но у меня все-таки круг общения, уже программистов. Я не знаю. Опять же, менеджеры... У меня подруга менеджер. Она PM. Она работала в Яндексе. Она из Яндекса 100 лет. Она готовилась койлин интервью. Она готовилась к дизайн интервью. К дизайн интервью менеджеры обязаны. Просто обязаны. Надо ссылку сбрасывать на вот этом ресурсе. Вот это по дизайн интервью. Курс есть. Ну? Ищи. Почему А? Курс. Блин. Оно не работает. Ну, короче. На вот этом ресурсе это единственный, наверное, курс, который я надобно не знаю. Сейчас я вам покажу просто примерно, как это выглядит по дизайну. Вот список, например, того, что вам нужно знать. И вот там дальше уже идут, вот как он называется. Громкие англичесисты и дизайн интервью. Хорошо. Спасибо. А как же с English Intermediate проходить 5 часов интервью? ЕСЕЙКИ 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 Я не могла купить дизайсо уже. Вот такой вот старбакс. Они скажут, что вы хотите в России? Я говорю, что? Какие люди сейчас вы хотите? То есть, я не могу от этого спросить. Но я хочу сказать своей гордости, я не ела this, that is the same. У меня и олятва есть дежурная. Этот курс платный, но он единственный, он не самый хороший. И я бы с этого на субботе походить, я бы с этого еще губить ее на ютубе, смотря всякие разные ролики. Вот. Еще вопрос? Там же серфинг есть, да? Нет. Слубординг и помилюкши. Но. Там есть каяки. Там можно... Акадьсю. Или заиси есть каяки. Нет, нет, там есть горные рейки с порогами. Там можно выходить на каянии и днорапы. Там есть бейк-бординг. Там куча всего. Дорогой в ресурсе? Нет. Там все это в порогах. Ну как дорогой? Ну да, это... Ну, 45 долларов. Ну, это недорого. Ну, сейчас чуть-чуть, наверное, холодно. Костюм. Пятерки. Ну, костюм пятерка стоит 200 долларов. Все равно как-то, наверное. А? Нет, нет, нет. Я селфинг нет. Ну, как бы нормально. Я даже... Да, я на петерке была. Даже я без головы, то есть, руки, ноги, это все было открыто. Таковы годы же... Ну, там все-таки зависит от погоды. Вообще-то голосов. Ну, там температура воды одинаковая, не так не приказается. А если поехать в них сторону, вверху, в сторону Сан-Диего, не ближе будет к морю поехаться? Там теплее, в сторону Сан-Диего там теплее. Там голоса живет, зачем можно купаться. А поехать долго на машине? 6 часов. А, до Сан-Диего 6 часов. До Сан-Диего 9. Сиэтл. Колорадо, это Денвер, Болдер. Остин. Северная Карамена. Туда все переезжают. Шарлот, город. Это те, что подешевле. И тоже для этих много хороших. Ну, там, как бы, где-то как-то климат не подходит. Где-то как-то там. В основном климат. Ну, Колорадо. Я на Колорадо поглядываю. Там, горы есть. Мы этого не переехали. Похоже. Они сильно жалуют подъехать. Ну, как? Днем иногда печет, но обычно люди в офисах, которые ведут себя. Ну, нет. Очень, очень походу. А где-то люди, кто-то плигнут? Ну, как? Зимой холодно, если честно. Отопление там есть. Отопление электрическое. Ну, если я купила вот одеяло в подогреве, мне хорошо. Ну, зимой прохладно. Ну, зависит от квартиры. У меня, например, в предыдущей квартире я жила в Кондо. Там было тепло. Вот сейчас я живу в апартмент-комплексе. Там прохладно. Я живу на втором этаже. У меня очень высокие потолки. И вот лучше не занимать второй этаж. Вот если на первом этаже житель, на втором, ну, на среднем. Тогда тепло. Я просто живу сейчас на последнем. Мне для этого жарко, а зимой холодно. Ну, неудачненько получилось. В домах никого не жарко. Через какой бодишок вы ревоцировали? В форте-гроу. По какой идее? По... Сценологии. Долгая история. Я не хочу вам это рассказывать. Я вам перечислила все возможное, как можно переехать. Я не знаю, кстати, что происходит. Они сейчас умные. Они сейчас грозятся судами. Ну, вы, главное, не побратитесь. Выделите 200 долларов за суда и все. А же если подписал там салон контракт с ним? Ну, вы же не приступили к работе. Вы же не обязаны приступать на выдержку, если вы подписали контракт. Там это нормально. Там можно быть уволен на втором день. После выхода на работе. Вот. То есть, как бы... Всякая бывает. Вот. Сколько выпускников вашей школы успешно отдаёт интервью? Я хочу сказать, что те, кто хочет, те все, кто хочет. У меня девочка получила оффер в Apple, Airbnb и еще один стартап. Но она просто ронаджик. Если ребята у меня учатся уже 3 года, у меня такое ощущение, что в социальной связи. Те, кто хотят... То есть, я... Ну как? Я не ставлю себе это в заслугу, но... То есть, они приходят... Очень многие люди, просто, например, им сложновато... Ну, как самим учиться. Так я все рассказала. Мне позадавали вопросы. Мы порешали. Все как бы это вот... Такой хороший... Плюс у нас очень клевые ребята там. Мы офигенно проводим время вместе. То есть, нам... Те, кто хотят, те у меня все получают. Все. Все. Ни одного человека. Я еще не знаю из тех, кто действительно хотел. Я не нашел бы работы хорошей. И вот парень один в OverMode устроился недавно. Еще один там устроился в стартап с роботами. Кстати, ему задали... Еще один в Intel. Ему задали как раз кибоначи. То, что мы буквально обсудили это на уроке. И он пошел на интервью, и мы задали кибоначи. Другой парень пришел на один единственный урок. Мы обсудили LinkedIn List. Он пришел в Intel. И мы спасали LinkedIn List. Ну, просто повезло. То есть, кто хочет все втратить. Но процент, если считать, он не очень такой интересный получается. Потому что людей приходит больше, чем... Чем действительно вот... Как бы ищут работу. Те, кто... Ну, большинство из тех, кто ходит, они как бы не особо работу ищут. В общем, ходят. Мозги поддерживают. Еще вопрос? Хорошо. Вы замечательная публика. Спасибо, что пришли. Приконите еще. Будьте у нас в долине. Пишите, звоните. Я вам все покажу, расскажу. Спасибо. Продолжение следует...